Так, доброго всем времени, друзья. Очень рада вас приветствовать. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, что я здесь. Вы меня сейчас видите, слышите. Так, сейчас мы все настроим до конца. Все сделаем. Ура, Анечка слышит нас, отлично. Ну что ж, я вас поздравляю с календарной весной. Сегодня третья, да, позавчера у нас состоялась как бы календарная весна, но в полную силу, да, мы знаем, что она вступит, когда войдет как раз астрологическая весна в силу. Это будет у нас на дни 20-21 марта, когда у нас будут дни равноденствия. Вот, ну, в любом случае уже приятно, да, уже сердце греет, душу греет то, что весна, период расцвета, период вдохновения, новых сил, да, новых возможностей, новых целей. И весной всегда как-то по-особенному хочется творить, жить, улыбаться, радоваться и идти дальше. Да, доброго вечера. Да-да-да, всем очень рада, присоединяйтесь. Сегодня у нас с вами тема будет такая очень интересная. Надеюсь, что никто не испугался названия, потому что у меня, в принципе, не было цели вас напугать, а у меня была цель лишь только, ну как, направить ваше внимание, да, более точечно на ту задачу, которую мы сегодня с вами будем разбирать. Наоборот, вот, кому-то даже стало очень интересно. Здорово. Так, ну, пока сейчас люди собираются, я вижу, что многие подтягиваются, это здорово. Давайте пока поставим с вами единички. Вдруг кто-то сегодня забежал, кто вообще никогда у нас ни разу не был, не знает, кто мы, что мы, чем мы занимаемся, о чем мы здесь вещаем. Поставьте, пожалуйста, есть ли у нас такие участники. Просто единичку поставьте, чтобы я это имела в виду. Так вообще у нас сейчас вот уже целый месяц мы говорим на разные темы с точки зрения астрологии. Вот, Сергей у нас первый раз, Иди, здорово. Благодарю вас, друзья, что пришли. Специально для вас сейчас скину ссылочку для того, чтобы вы могли подписаться на нашу рассылку. Вот, и Анечка первый раз, и Ирочка. Друзья, кому будет интересно, да, кому материал, как говорится, ляжет на душу, то, как я, да, преподношу его. Сейчас дадут, секундочку. Что-то как-то мне темновато. Сама себя не вижу. Сейчас давайте вот так посветлее сделаем. И Светлана первый раз. Замечательно. В общем, для вас специально, да, кинула ссылочку, то, чтобы вы могли подписаться и получать нашу рассылку, вовремя быть оповещенными о тех или иных мероприятиях, потому что у нас их очень много разных. И буквально вот уже с завтрашнего дня, послезавтра, прошу прощения, 5, 6 и 7 марта у нас будет тоже открытые вебинары, открытые занятия, онлайн-марафон для женщин. И называется он «Исцеление женской души» с Полиной Суховой. Так что не пропустите тоже это событие. Поэтому обязательно подпишитесь, чтобы вы были в курсе. Запись этого вебинара и вообще всех наших вебинаров вы всегда можете очень быстро найти на Ютубе. Так, сейчас давайте я вам еще раз скину. А, вот они у меня, я их продублировала. Ну, пусть будет, пусть будет две ссылки. Значит, на Ютубе у нас записи появляются очень быстро, сразу же на следующий день после того, как прошел вебинар. В рассылке тоже вам запись придет, но чуточку позже, в зависимости от нашей очереди, того, как письма выстроены. Ну, а я пока представлюсь для, да, особенно для новичков, кто первый раз. Зовут меня Ольга Сорокина. Я астропсихолог, регрессолог, управляющий Центром гипнотерапии «Лотос» под руководством Полины Суховой. И я очень рада, что вы сегодня нашли время для того, чтобы прийти, узнать что-то новое, да, расширить горизонт своего видения, пообщаться по взаимодействию с единомышленниками, потому что у нас здесь особое поле. У нас всегда все рады всем, кто бы к нам ни забежал, да, кто бы к нам ни пришел. Всех взглядов, всех мировоззрений, всех разного, да, направленности мастеров, людей, которые ищут себя. Да, видео уже есть. Напишите, пожалуйста, кто-нибудь в Медине, чтобы она обновилась или перезагрузила страничку. Да, вот я тоже, как первый раз, с Анечкой пишет, потому что тут всегда все интересно. Да, ну, Анечка, у нас с нами уже давно. У нас здесь очень много наших курсантов, студентов, кто давно учится в школе Полины Суховой, поэтому у нас всегда интересно. Вот так, ну что ж, люди прям подтягиваются, подтягиваются, здорово. Давайте еще сейчас буквально парочку минут, и уже более целенаправленно, да, перейдем к нашей теме. Пока я хотела быстро вам сказать, что все ли в курсе того, что у нас есть новое приложение. Мы делали рассылку по почте, приложение, которое можно скачать к себе на телефон, вступить в нашу школу Полины Суховой там на телефоне и, соответственно, копить баллы, которые можно потом тратить вообще на все, что угодно в нашей школе. Кто об этом слышал, знает или уже даже установил, поставьте, пожалуйста, плюс 10. Если вообще кто-то ни разу не слышал, никто не знает, да, вот сейчас тоже скину для вас ссылочку, чтобы мы сильно не отвлекались, я не буду сейчас долго об этом рассказывать. Я просто вам скину ссылку, обязательно сейчас просто по ней можете пройти, оставить себе ее в браузере и потом после вебинара прослушать. Там приветственное видео, с помощью которого, да, вы познакомитесь как раз, для чего это приложение вам может быть нужно, полезно, что там вы можете узнать интересного и нового. Вот Ирочка не знает. Вот Ириш, кто не знает, да, и ты в том числе, пройдите пока по ссылке, чтобы она у вас просто была и потом посмотрите. Там видео буквально на 19 минут, ну, для того, чтобы вам было все понятно, как им пользоваться, как его устанавливать, зачем вообще все это вам надо и не надо, да, ну, а вы потом примете для себя решение. Так, ну что, я думаю, что пора уже начинать, 7 минут, вы и так молодцы, что воскресное время свое, да, пришли потратить с пользой для дела. Я всегда это ценю, но в любом случае, да, предупреждаю, что я такой человек, который быстро вебинары не заканчивает, поэтому может наша встреча, конечно, затянуться. И вдруг, если кому-то надо бежать, особенно сибирякам, у которых сейчас плюс 2, плюс 3, плюс 4, даже у некоторых с Москвой, им отдельные, да, респект и уважение, поэтому вам, если очень хочется спать, надо идти спать, да, не надо мучиться, в записи все обязательно пересмотрите. И напоминаю, что в конце вебинара 4 счастливчика у меня получат разбор по вашей дате рождения, экспресс-разбор, да, он, конечно, будет не такой длинный, да, это короткий экспресс, буквально там 5-10 минут на человечка, но в любом случае я направлю, подскажу, да, дам какие-то ориентиры. Фарида у нас сегодня, Сахалин, плюс 8 часов, друзья мои, ну это просто надо Фариде, вот такие аплодисменты сейчас в виде восклицательных знаков за то, что она с нами. Это просто замечательно. Фарида, мы тебя благодарим. Ну что ж, давайте все, переходим к теме. Значит, коридор кармической зачистки. Почему же такое интересное название, да, почему кармическая зачистка, почему именно коридор? Вот мне сейчас хочется к вам обратиться. Я думаю, что наверняка вы читали анонс к данному вебинару, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот у кого в последнее время, последнее время, это я имею в виду несколько лет, у кого-то может быть предыдущий год, у кого-то может быть предыдущие два года, но вообще это время уже, мы вошли в этот коридор, начиная с 2008 года. Вот кто, начиная с этого времени, может быть, до сих пор так и не вышел вот из этого колеса, да, в котором как белка крутится постоянно. С одной стороны, вроде как бы делает очень много движений, и все они такие вроде бы разные, да, но в то же время, когда вы останавливаетесь, вы понимаете, что ничего, собственно говоря, не происходит, что вы как стояли на месте, так вы и стоите, да, что может быть какое-то ощущение загнатости в угол, да, какой-то пустоты, непонятие, непринятие. Я, видимо, вошла в 2015-е, Олечка говорит, это про меня. Вот, нашлись такие друзья. Так, ну вот сейчас будем как раз разбираться, да, что же могло способствовать такому состоянию. Ну вот, если кто-то может поделиться, да, более подробно, напишите, да, что за конкретные ситуации с вами происходили, да, к чему вы пришли, как вы вообще все это для себя поняли, осознали. Ну, если, конечно, вы осознали, может быть, вы до сих пор находитесь в неком тупике, да, и не знаете, не можете найти ответа на эти вопросы очень волнующие. Да, добрый вечер, все, кто присоединяется. Людочка написала, ощущение, что время ускорилось. Да, вот ощущение, что время ускорилось, это действительно так, это тоже очень многие за собой замечают, но это несколько другой феномен, но он тоже имеет место быть, это связано чуточку с другой темой, да, но действительно это тоже имеет место быть. И поскольку время ускорилось, ускорилась как раз-таки и кармическая отдача, да, те долги, которые мы накопили, вернее как, мы даже уже не успеваем их накапливать на самом деле. То есть все, что мы сейчас с вами совершаем в это время, все, о чем мы думаем в том числе, да, те поступки, которые мы делаем, да, тот выбор, который каждый день, перед которым мы стоим, он уже очень, да, быстро и скоро возвращается к нам назад, в каком-то эквиваленте, да. Поэтому время, да, действительно ускорилось, и кармическая как раз отдача таким же образом тоже ускорилась. Анечка пишет, хожу на месте, желание так и не исполнилось до сих пор. Так, ну вот с желаниями тоже надо разобраться, да, что за желания, кому они, собственно говоря, в большей степени нужны, потому что, знаете, как иногда загадываешь желание, оно идет больше как от ума личности, да, а мы все-таки должны думать в большей степени о желаниях своей души, да, о том, что она должна выполнить здесь, какую задачу, какое предназначение. Ну, понятно, что надо поощрять и свое любимое тело, и свою любимую личность. То есть это тоже не возбраняется, не воспрещается, как говорится. Но одно дело, когда вы это делаете постоянно, да, и вы не понимаете глубины, да, смысла вообще вашего существования, это один вопрос. А другой вопрос, когда вы себя как раз поощряете. Анечка видящего написала, занималась не тем, все искала свою деятельность, но не то, вот так и прошагала с места на место, наверное, да. А, прыгала, наверное, прыгала с места на место, как потерялась. Анечка, ну, на мой взгляд, то, что вы искали свою деятельность и прыгали с места на место, на самом деле это лучше, чем стоять на одном месте, поверьте мне. В любом случае вы набрались какого-то определенного опыта, вы, скорее всего, общались с разными людьми, да, где-то чего-то услышали, чему-то научились, как-то вас это закалило, да, то есть все равно напишите, какие выводы вы из этого сделали, и обязательно вычерпайте хотя бы три плюса. Это вот прям лично вам такое домашнее задание. Так, Наташеньки, потери денег. Потери денег, да, вот сегодня мы будем говорить, что это время в большей степени связано как раз с потерей финансов, денег, работы, дома в прямом и переносном смысле, да, но я имею в виду, это может быть даже переезды в другие страны, да, эмиграции и так далее. То есть это как раз вот это время, начиная с 2008 года, оно нас как бы вынуждает все время идти и двигаться в том направлении, да, который приведет нас как раз к пониманию, да, и глубокому смыслу. Сейчас вот все дочитаем и пойдем дальше. Лора пишет, я в тупике, развелась с мужем, вроде успокоилась, разделила имущество, он опять ударил под дых, и все сыплется, все ломается. Техника вся из строя выходит, чиню, а оно ломается. Значит, тоже, Лорочка, да, если по астрологии смотреть, то, что ломается техника, пусть лучше ломается техника, поверьте мне, потому что, скорее всего, у вас идет зашкаливание как марсианской, да, так и плутонианской энергии, поэтому если ломается техника со здоровьем, все в порядке, значит, благодарите за это ваших личных духовных кураторов, которые вас ведут, потому что это в сто крат лучше. Лучше вы потеряете техника, чем вы будете, да, потом разбираться со здоровьем, мучиться, как говорится, и здесь вы больше потеряете, поверьте. Так, Лерочка пишет, с 16-го, 17-го какое-то ощущение, что что-то приостановилось, необходимость менять или расширять поле деятельности, молодцы. Так, Анечка, закалила это точно. Конечно, конечно, всегда вы черпываете плюсы из любой ситуации, которая с вами происходит. Медина, на месте оставаться невозможно, события в жизни заставляют двигаться. Да, но в том-то и дело, что кто-то понимает, что его прям заставляют двигаться, да, и он не сопротивляется особо, а кто-то... Особо талантливые, да, начинают сопротивляться, брыкаться, ну и, соответственно, получают, да, определенные последствия. Так, плюсы вычерпали, молодцы. Олечка Кузина пишет, сменилось руководство и уволили практически всю команду. Пересмотр профдеятельности. Сейчас не работаю по этическим соображениям. Теперь главное, семья и дети. Уходят близкие люди, воспринимаю, как новый этап жизни. Молодец, Олечка, прям вот написала, действительно, ну вот правильно разложила все по полочкам. То есть одни уходят, другие обязательно придут, то есть пусто, свято, как правильно сказать, пусто, нет. В общем, вы меня поняли, да, что пустое место... Нет, как там, святое место пустым не бывает, вот, по-моему, так. Да, ну что ж, да, действительно так многие сейчас свято место, да, пусто не бывает, да, благодарю. То есть заметили, может быть, по близким своим, да, потому что, конечно же, не у всех есть такой коридор. Вернее, мы все его проходим, но не все его проходят прям так сложно, да. Кто-то, наоборот, его пролетает, кто-то, наоборот, полон сил, он очень активен, да, особенно вот что касается карьерной деятельности, да. Ну вот посмотрите, по крайней мере, по окружению. У них там, может быть, что-то происходит, тоже им, если что, расскажете. Лора пишет, плюсы есть, всю мебель поменялась, сделала ремонт, хочу новых отношений с мужчинами. Отлично, молодец. Вот Лорочка уже более позитивно смотрит на свою задачу. Так вот, друзья мои, мы с вами в 2008 году. У нас произошло такое событие, да, с астрологической точки зрения, планета Плутон вошла в знак Козерога. И будет она там находиться еще до 2024 года. Сейчас у нас с вами на дворе начало 2019, поэтому фактически еще целых 4 года мы будем находиться вот в этом таком, да, вот как раз в коридоре, да, вот этой быстрого кармического воздаяния, да, так скажем, кармической зачистки, как я это назвала. Поэтому, чтобы мы это время закончили наиболее для себя благополучно, да, мягко, не так больно, да, мы сегодня как раз вот с вами встретились. Но для начала хочется с вами поговорить вообще, кто же такой Плутон. Вообще кто-нибудь в курсе, что это за планета, что она несет, давайте поставим по 10-бальной шкале, да, то есть 10 баллов, я все знаю о Плутоне, представляю себе, что это такое за товарищ, и, ну, и, соответственно, по уменьшению нолики, если вообще ничего не знаем, кто это, что это, какие энергии это несет, так, Ирочка знает, Людочка знает, девяточки, молодцы, нолики, единички, так, так, троечки, девяточки, молодцы, молодцы, ставим честные ответы, если не знаем, это нормально. Ну, по крайней мере, я думаю, что хотя бы все слышали, что есть у нас такая в Солнечной системе планета, как Плутон. Так, у Любочки нолики, так, отлично, отлично, молодцы. Так, вот 10, кто это такой, Лерочка говорит? Так, вот сейчас мы с ним и будем знакомиться. Плутон – это очень замечательная планета, замечательный товарищ, как я говорю, который призван, на самом деле, нам в помощь. Они призваны, он призван нам как раз для того, чтобы помочь нам эволюционировать, да, чтобы помочь нам пройти этот путь достойно с принятием и благодарностью. Вот сегодня мы как раз сейчас и будем о нем говорить. Анечка, знаю все про Сатурн и Уран. Анечка, значит, сегодня тебе откроется еще одна планета для тебя, новая, Плутон, который заслуживает отдельного к себе внимания и уважения, конечно же. Ну что ж, давайте начнем с ним знакомством. Значит, планета Плутон в астрологии, она вообще отвечает за наше с вами подсознание. Кому, если надо, да, вы обязательно что-то записывайте, фиксируйте. В любом случае, да, записывайте, потому что в конце вебинара у меня будет так называемый контрольный к вам вопрос, ответы на которые я буду выбирать как раз тех людей, кто будут вот счастливчиками, четыре счастливчика для личного разбора. Поэтому будьте внимательны, да, записывайте, в любом случае эта информация вам по жизни и для жизни всегда пригодится, потому что Плутон у нас на небе всегда, и пока он там, так или иначе он будет на нас влиять. Ну, это влияние будет, единственное, что, да, с определенной периодичностью то смягчаться, то немножечко ужесточаться, да, и так далее. Вот сейчас мы находимся как раз в зоне особой тряски, в зоне особой трансформации. Так вот, Плутон в астрологии, он отвечает в большей степени за наше с вами подсознание, за инстинкт, тот самый, да, животный, который нас движет к самовыживанию, за трансформацию, то есть это великий трансформаторщик всего, до чего он коснется, и это очищение. Очищение полное, как правило, да, туда, куда приходит Плутон, если он после себя что-то выжигает, да, выметает, то обычно там все действительно чисто, я бы даже сказала стерильный. Плутоном управляет знак зодиака Скорпион, и, кстати, кто у нас был на предыдущих вебинарах, которые мы с вами разбирали, по крестам, да, мы разбирали кардинальный, фиксированный, мутабельный крест. Вот Скорпион у нас относится к фиксированному кресту, и если вы сами находитесь под знаком Скорпиона, и, кстати, под знаком Козерога, то вот сегодняшняя информация для вас как бы в большей степени актуальна, но и для всех остальных людей, конечно же, точно так же, потому что Плутон будет действовать на всех одинаково. Но для этой категории людей она будет особенно нужна и важна, поэтому очень советую пересмотреть вебинар, если вдруг вы не смотрели, про Скорпиона и его основные задачи. Скорпион относится к фиксированному знаку, на YouTube пройдете, я вам ссылочку давала, и там можете как раз это найти. Так вот, он управляется Скорпионом, и Плутон вообще это самая маленькая планета среди всей нашей Солнечной системы. А с 2006 года астрономы вообще ее лишили статуса планеты, и назвали ее карликовой. Но так или иначе в астрологии он по-прежнему считается значимой фигурой, значимой планетой и силы своей не теряет. И связан он в большей степени с подсознанием и с бессознательными пробуждениями, которые есть у каждого из нас, которые иногда не поддаются никакому логическому объяснению, что мы делаем, как мы себя ведем в какие-то определенные моменты жизни. Также Плутон, он содержит в себе свойства трансформировать все, порождая новые формы. То есть, например, все вспоминайте, как у нас рождается гусеница. Все помнят, да? Гусеница сначала себя в некий кокон, да, закутывает своими нитями. Далее она там в какое-то время высиживает, да, вызревает, так скажем, и потом она сбрасывает этот кокон и превращается, естественно, уже в прекрасную бабочку. Так вот, в астрологии Плутон, он связан, как правило, с темными сторонами нашей жизни, с подсознательными тем самыми инстинктами, физическими, духовным рождением, смертью и воскресением, да, как в прямом смысле, так и в переносном. И очень часто, да, когда Плутон входит в нашу жизнь как раз для того, чтобы что-то трансформировать в ней, мы похожи на эту самую гусеницу. То есть сначала те события, которые в жизни с нами происходят, они действительно как некие энергетические невидимые нити начинают нас просто связывать по рукам и ногам, что называется, да. Очень часто связывают даже лицо, да, завязывая глаза, мы ничего не видим, уши мы ничего не слышим, да. То есть вообще какое-то полное вот такое замкнутое пространство. Потом наступает как раз вот некий такой период анабиоза, когда человек может вот в этом состоянии, да, месяц находиться, два, а некоторые даже год и более. То есть вот такая интересная трансформация, да, происходит. Но потом, так или иначе, все равно наступает тот период, когда вы, да, просыпаетесь как бы ото сна, пробуждаетесь. И если у вас пришло как раз вот это самое великое осознание, да, куда же все-таки вам надо двигаться, ради чего и для чего вы живете, то как раз потом вы как бабочка красивая расправляете крылышки и летите дальше. Да, всем доброго вечера, друзья. Вот еще очень много к нам присоединилось. У кого полтретьего бегите спать, обязательно, Фрида, прям благодарю, что просто забежала. В записи обязательно посмотришь. Лорочка пишет. Ой, точно, сама удивилась реакцией своей на события и испугалась ее. Ну, бывает такое, да, что попервой, когда мы куда-то наступаем, вступаем, да, что-то такое серьезное происходит, встряска, нам, конечно, вот страшно, да. Ну, важно на этой стадии самого себя, да, самого себя успокоить и просто принять все так, как оно есть. Это самый наилучший вариант. Так вот, пойдем дальше, да, свойства Плутона. Какое же он имеет? Он вообще уничтожает у нас все бесполезное. Вот все абсолютно начисто. Все, что мешает вашему развитию. А что у нас, как правило, мешает нашему развитию? Давайте подумаем, какие свойства личности могут мешать, на ваш взгляд. Давайте перечислим. Может быть, вы свое какое-то свойство личности сейчас знаете, вспомните, да, хотите как раз проработать. Вот сейчас настало самое время как раз, ну, объективно на себя взглянуть, да, правде в глаза и честно ответить. Что же во мне такого есть, то, что мешает моему развитию? Вот давайте прям будем предельно честны. Можно действительно прям про себя сейчас написать. Ну, если не хотите про себя, напишите хотя бы в общих чертах, какие свойства личности могут мешать, но не могут, а мешают действительно человеку в его развитии. Так, страх Анечка первая написала. Людочка, лень, страх. Лора всегда сомневалась во всем. Вот так. Ну, Лера, я поняла, это личное уже, да, качество ваше. Страх, лень, страхи, включенность в других, а не в себя. Леночка, я написала, молодец. Люда, у меня с марта 18-го года мой кокон гусеницы не открывался почти 10 месяцев. Людочка, я думаю, что сейчас пришло время откроется, да, откроется бездействие, нерешительность, неуверенность в себе, тень. Ну, как интересно, Ирочка, что имели в виду конкретно, да, под словом тень. Неуверенность, страх, зависимость от кого-то или чего-то, страх, лень, гордыня. Так, состояние жертвы, чувство вины, боязнь проявить себя. Хочу избавиться от лени. Любочка сразу написала, молодец. Запишите сейчас себе это в тетрадь, что вы хотите избавиться, да. Сомнения, Марина, неорганизованность, жалость. Так, низкая самооценка. Говорю правду в глаза. Так, это вы считаете, что это негативное проявление личности, и надо от него избавляться. Людочка, ну, все зависит от того, как вы это делаете, да. Всегда помню, когда мы прямо в глаза говорим, ты дурак, условно говоря, конечно, это ранит обычно людей, да, и на этой почве случаются некие стычки. Но если вы это скажете совершенно по-другому, безобидно и с конструктивной какой-то позиции, то я думаю, что это даже очень хорошее качество, когда вы можете прямо человеку сказать о том, что ему нужно сделать, куда пойти, да, где поработать над собой. А я растворилась в отношениях и потеряла себя. Анечка, да, тоже есть такая задача. Плутон, кстати, за отношения тоже отвечает, мы будем сегодня об этом говорить. Так, непонимание, куда идти, неуверенность в себе, боязнь нового, разбросанность, комплексы, не откладывать, не тянуть до последнего. Молодцы, друзья мои. Но есть еще такие у нас основные, я бы так сказала, свойства личности, вот почему-то никто об этом не написал. Но вот, например, жадность, кто знает такое свойство, не самое лицеприятное, которое действительно особому удара, продвижению, развитию не способствует. Вы больше, понимаете, вы больше написали сейчас не о свойствах, да, а… или, может, я вопрос неправильно назвала. Наверное, вы действительно больше о свойствах личности, да, вот что ей мешает самой как личности. Я вопрос неправильно назвала. А надо было сказать, да, о конкретно, да, сферах поведения, да, как человек себя может проявлять, и это, соответственно, не несвойственно жадность. Кому несвойственно, это прекрасно. Но вот такие чувства как раз как жадность, да, зависть, ревность, ненависть и особенно обида, да, это вот такие прям самые-самые острые чувства, они как раз побуждают человека к тому, чтобы он стоял на месте, чтобы он попытался, да, не шёл. А Плутон побуждает, наоборот, прийти к согласию, вот с той тёмной стороной себя, да, с инстинктивной стороной нашей натуры. То есть вот он такой немножечко двоякий. С одной стороны, он нас призывает к тому, чтобы отказаться от всего этого, но с другой стороны, он призывает нас всегда сначала для того, чтобы примириться с тем, да, не примириться, да, а познакомиться как бы и принять то, что в вас есть. То есть вот вы пишите, я не жадная совсем, молодцы. Ой, обида жестокая у меня, Лора написала. Вот, друзья мои, у кого есть обиды, это прям в первом порядке, срочно надо трансформировать, потому что обида – это не только то чувство, которое гложет вас изнутри, оно, естественно, отражается на вашем всём окружении, на ваших близких. То есть это такое магнитное поле, да, которое фонит, в буквальном смысле вот километры от вас, и даже туда, во Вселенную, вот эта вся энергия идёт. То есть она не очень позитивного порядка, поэтому обязательно с этим расставайтесь. Лерочка пишет, без «не» мне свойственна жадность, я жадная совсем. Так, Лерочка, не совсем поняла, так жадная или не жадная? Давай честно, да, ответим на вопрос. Не совсем поняла, правда. Поэтому Плутон, он учит нас, с одной стороны, познакомиться, да, со своими чувствами и принять их, что вот, ну, ответь ты себе честно, жадная ты или нет. Ты говоришь, да, ну, жадная я, вот, ну, вот такая я, вот, есть у меня это чувство. То есть сначала, по крайней мере, признайтесь себе в том, что у вас есть некая другая, да, полярная, ну, тёмная в кавычках, будем говорить, сторона, которая в те или иные моменты жизни проявляется. То есть вот ответьте каждый сам себе, если не хотите, да, в чат, то вы можете сделать это наедине с собой, да, на листочке себе запишите. То есть сначала обязательно надо принять это. После того, как вы это приняли, вот тогда уже Плутон, он начинает вас направлять и, да, делать как раз-таки те перемены в вашей жизни, такие ситуации, которые будут уничтожать в прямом смысле слова эти негативные, да, проявления свойств личности, из которых вы уже просто-напросто выросли. Потому что вот эти все чувства, да, зависть, там, обиды, что там у нас мы перечисляли, да, ненависть, это всё те чувства, которые вот присущи душе, ну, так скажем, более, ну, не хочу говорить низкого порядка, но вот эти все низкие, да, чувства низковибрационные, это вот первый, да, этап развития, первый уровень. Ну, мы все сейчас на нём живём, мы все на нём находимся, но так или иначе мы должны вовремя понять, что мы выросли из этого. И если вы чувствуете, что вы выросли, что вы готовы к глобальным, да, серьёзным переменам, что вы готовы ступить на новую ступеньку, да, развития, выше пойти, то, конечно же, лучше это сделать осознанно и самим пойти на эти перемены. Потому что как раз если мы осознанно этого не делаем, то вот придёт наш дорогой, любимый Плутон, который нас просто заставит это сделать. Вот и всё. Очень хочу расстаться, стараюсь, не получается, Лора пишет. Ага. Так, Лёша пишет, Лора непрощённая обида приводит к современникам онкологии. Да, да, как один из вариантов большей степени обида, да, за неё отвечает. Не вселенная не понимает. Вот что сказать хотел. А, Лерочка, поняла, поняла. Люда, я не могу расстаться с вещами, конспектами и так далее. Для меня что-то выбросить очень тяжело. Лера, Людочка, здесь тоже надо понимать, правильно расставлять для себя приоритеты. То есть, с одной стороны, если вы уже всё это выучили, если вы это всё уже уложили в голове и активно применяете в жизни, просто передайте это другим людям. Зачем это вам? Зачем это вам? Да, то есть вы в любом случае накапливаете негативную энергию в том числе. Вот знаете, Сатурн, он не любит вообще, когда вокруг хаос, беспорядок и хлам, в том числе и физический. В первую очередь, конечно, в голове, да, но даже физический хлам и мусор, запомните, чуланы, антресоли, шкафы, где у нас одежда, да, вот такая вот бывает лежит у кого-то, пыли, клубы, да, где-то в каких-то местах разбросаны, в том числе вот эти книжки всякие ненужные, да, тетради и всё такое прочее. И это всё там скапливается как раз тяжёлая энергетика Сатурна, которая рано или поздно вам придёт и по шапке настучит. Просто если вы не хотите, да, таких серьёзных, радикальных изменений в своей жизни, лучше сделать это самим. Зачем вам эти тетради и конспекты, вещи старые? Я вот, например, очень люблю периодически, приблизительно раз в месяц или в два месяца я просто-напросто все шкафы перетряхаю у всех, у детей, у себя, да, там, сезонные, демисезонные. У меня много шкафов, их очень люблю, потому что чтобы всё можно было сложить, расложить по полочкам. Так вот, начиная вот такую вот чистку и просто, да, что хорошие какие-то более-менее вещи, я просто-напросто раздаю по всем, кому это надо. И если не нашла, как кому раздать, да, и мне некогда, по крайней мере, я просто отнесла на, ну вот, на помойку не хочу говорить, ну вот, в общем, туда я отнесла, да, но я это всё там как-то повесила, положила, чтобы те, кому это надо, они могли этим воспользоваться. То есть просто так я не выбрасываю, да, потому что я тоже всегда считаю, что хорошим вещам надо давать вторую жизнь и третью и так далее. Смысл их выбрасывать, когда кто-то может в этом нуждаться, да, кому-то эта вещь принесёт огромную пользу. Поэтому то же самое с конспектами. Вот, понимаете, а у нас мы всё копим, копим и так далее. Нам важно это не копить, а дальше приумножать и распространять. То есть выучились, отдайте это дальше следующим друзьям, друзьям, коллегам, единомышленникам, не знаю, там, в библиотеку отнесите, в институт какой-нибудь, в общем, кто у вас есть из знакомых. Излишняя скромность. Так, мне помог Сатурн в ноябре от лишнего избавиться, Лора говорит. Так, Сатурн или Плутон? Плутон. Так, тут там уже свои какие-то, да, пошли разговоры. Леночка пишет, меня мама в детстве заставляла шкафы перетряхивать, теперь понимаю зачем. Мама молодец, да. И то же самое касается шкафы, да, уборка тоже самое, да, вот кто не любит убираться, заставляем себя хотя бы раз в месяц наводить такую прям, ну, уборочку-уборочку, да, чтобы всё разобрать. Посмотрите, так же всё, у нас сейчас жизнь, да, пошла же технический прогресс и всё прочее. Мы все сидим в телефонах, в компьютерах, у нас у всех есть почты, разные мессенджеры. Значит, здесь тоже обязательно должна быть чистка, всякие рассылки, всякие подписки, всё, что вам не надо. Узбавляйтесь от этого, друзья. Всё это лишний хлам, который вас задерживает на пути, да, к вашим целям. Вы говорите про Сатурн, который не любит хаос, или Плутон. Сатурн не любит. Сатурн очень, ему важна чистота и порядок. И поскольку мы сейчас, поскольку Плутон сейчас находится в зоне Козерога, да, которым как раз Сатурн и управляет, то они, знаете, как сошлись вместе, да, мы сейчас будем более подробно об этом говорить. Значит, вернёмся к Плутону, что плутонианская активность, да, она чем опасна для души вообще? Она опасна в том случае, сейчас ещё одну такую ремарочку, да, для всех, чтобы вы все понимали, что поскольку Плутон есть в Солнечной системе, да, поскольку он у нас есть где-то там в космосе, он есть у нас у каждого в натальной карте. Поэтому, чтобы, да, не было такого у нас сейчас такой мысли, что вот, а может быть, у меня-то там с Плутоном всё в порядке, может, вообще у меня его нету, да, и я с ним никогда не встречусь. То есть Плутон, он есть у всех в натальной карте, он у всех стоит в каком-то определённом, да, положении, в какой-то конфигурации, в аспектах с другими планетами, и поэтому так или иначе он будет на нас, на всех влиять, то есть он у всех есть, сразу, да, говорю, чтобы не было мысли, что можно как-то отделаться от него. Так вот, когда у нас энергия вот эта накапливается, да, нереализованная Плутонянская энергия, то есть она копится-копится, чем она может быть опасна для души? Вернее, в каких случаях? Именно в тех, когда сама душа подавляет, подавляет то, что она должна уже давно была вырасти, да, то есть она как бы начинает сопротивляться этому процессу. И вот последствия в данном случае могут быть как раз-таки очень-очень драматичными. То есть вот это сопротивление, чем больше вы сопротивляетесь к новому, к изменениям, да, к переменам, которые уже назрели давным-давно, у кого-то это старые отжившие отношения, вы знаете, очень часто бывает, люди живут уже 30 лет, ну, понятно, что большой срок, большая дата, да, привязанность друг к другу, но там нету взаимопонимания, там нету давно любви, да, каких-то близких отношений, а если там еще кто-то кого-то бьет, попивает, да, гуляет, то смысл этих отношений нет вообще никакого, то есть люди там стоят, просто болото, да, вот это как раз и есть хаос. И очень часто вот люди живут дальше, там, кто-то из страха, кто-то, да, из-за того, что вроде как некуда пойти жить и так далее, кто-то начинает говорить, что из-за детей, хотя это вообще полная глупость и бред, на мой взгляд. Вот, поэтому, вот, если вы понимаете, что у вас какая-то сфера вашей жизни, все, она встала в тупик, она требует глобальных каких-то перемен, да, глобальных изменений и трансформаций, делайте этот шаг осознанно вперед сами, не ждите, пока придет Плутон и начнет вас уже не просто толкать, да, он начнет уже силком вас тащить, потому что все равно заставит это сделать. А вот чем больше мы сопротивляемся, да, тем самым для души мы как бы делаем хуже, и у нас вот это как раз чувство опустошения-то и появляется в этот момент, опустошение какой-то безысходности, да, депрессия даже может начаться, и вот это вот спрятались, да, как страус в эту, в песок, да, голову спрятали, и вроде как авось пролетим, да, авось переждем, ну вот, к сожалению, то, с чем человек не хочет иметь дело, рано или поздно его заставят взглянуть, да, в глаза, глаза в глаза, да, именно вот с этой ситуацией, да, с этими переменами. Также Плутон у нас символически в астрологии связан и с физической стороной любви, да, со страстью, как раз необузданной вот этой страстью, с сексуальным влечением и смертью в том числе. И вот может показаться, да, что между ними, между любовью и смертью вообще может быть общего. Но однако на самом деле общего очень много, и то, и другое состояние обычно нас заставляет терять контроль над ситуацией, да. Ну вот сейчас все в себя вспоминайте, когда вы влюблялись, да, какой-какая вы были, или когда происходили какие-то потери вот в плане физической смерти, да, ваших близких, если вот такое у вас происходило. То есть что происходит в данный момент? Давайте, напишите ко мне, давайте будем у нас сегодня такой интерактив, будем работать. Так, Аллочка пишет, у меня пока лежит вещь, не надо, как выбросила, сразу возникает потребность в ней. Ну такое тоже бывает, Алла, я согласна, но все равно здесь не должна быть у вас какая-то жалость, да, что вот, я выбросила. То есть всегда с благодарностью отпускайте это во вселенную, как раз вот с той точки зрения, что значит кому-то это нужнее. Я надеюсь, что, да, другой человек ее найдет и воспользуется. Вот и все. Так, Алексей для Лоры пишет. Да, здорово. Так, а не проще убедить другого расти вместе, Сергей спрашивает. Сергей, вы про отношения имеете в виду, когда по 30 лет сидят и ничего не делают? Ну, здесь все индивидуально, Сергей. Конечно, можно и нужно пробовать продолжать отношения. Никто не говорит, что сразу надо рубить с плеча, но ситуации бывают разные. Я как раз описала именно те ситуации, когда там нету роста. И таких ситуаций очень много. Ну, как бы я это не голословно говорю, да, люди приходят ко мне на консультацию и по астрологическим прогнозам, и по регрессии. И очень часто один в один ситуации. Вот все сидят и чего-то ждут. Ну, особенно вот, ну, как бы у женщин в большей степени стоит либо страх того, что им просто-напросто некуда идти жить, и поэтому мужчины активно этим пользуются, да, и, в общем-то, там по-всякому измываются над ними. А другая, да, категория очень часто это прикрывает под оправданием того, что дети вроде как бы дети, да, вот останутся там без отца, неполная семья и так далее. Но поверьте мне, дети, когда растут в такой обстановке, где все ругаются, где вот этот накал происходит, они тоже потом спасибо за это никому не скажут. Так, а, вопрос повторить, да, на который отвечать. Значит, вопрос сейчас. А, вопрос у нас в том, что мы говорили, что любовь и смерть, да, у них как бы есть общее чувство, да, что когда мы их испытываем, мы начинаем терять контроль над ситуацией. И вот я хотела, так, а что я хотела, я уже сама забыла. Мы теряем контроль над ситуацией. Ну, просто я хотела, чтобы вы вспомнили свои, да, жизненные примеры, когда вы любили или когда у вас это происходило. То есть что вот с вами было, что вы чувствовали в этот момент, как вы себя вели, да. У меня взрослый сын был сильно против развода, Лора говорит, так. Ну, опять же, да, если взрослые дети против, тоже можно с ними, нужно сесть и поговорить, да. Взрослые дети уже взрослые дети. Они в равной степени также могут общаться и с мамой, и с папой. То есть вы для них таким же и остаетесь. Ничего, собственно говоря, экстремального, да, не происходит. Так, Наталья пишет, коня можно под узды привезти к воде, пить заставить не получится. Совершенно верно, да. Поэтому, да, здесь вопрос отношений, конечно, он неоднозначный, он у каждого индивидуальный, и все это нужно рассматривать в определенном, да, индивидуальном контексте. Лера, что происходит в данный момент? Крайности чувств. Да, крайности чувств однозначно. Да, это так, становится все равно, дела на самотек. Так, потеря ориентации, Анечка пишет, неадекватное восприятие мира. Так, при потере полной беспомощности все можно исправить, пока человек жив. Олечка написала. Ну, эту фразу Оль не совсем поняла по поводу все можно исправить, пока человек жив. Что вы имеете в виду, что вы вложили в это? Исправить что конкретно, да, с вашей стороны или с его стороны? Но чувства эти действительно, они одинаковые, да. То есть мы теряем просто-напросто контроль, когда мы сильно любим и когда мы кого-то теряем, да, когда мы сталкиваемся на один-один со смертью. Что неважно, это, в принципе, смерть близких, либо вам вынесли такой приговор в виде какого-то диагноза, да, и вы знаете, что скоро, собственно говоря, этот момент может наступить в любую минуту. То здесь как раз очень часто теряется именно контроль. Так вот, в основном, да, поскольку Плутон, он действует именно у нас на подсознательном уровне, то человек, он может почувствовать себя вот как бы в эти моменты во власти каких-то необъяснимых, да, вот событий. То есть о происхождении которых он вообще не имеет ни малейшего представления. Что происходит, почему происходит, да, как вообще так вышло. То есть вы вроде сегодня рассчитывали на одно, а завтра вам бах, и произошло вот это. Поэтому здесь, конечно, нужно разбираться, если это очень сильно вас ранит и задевает каким-то образом, разбираться с глубинами своего подсознания, да, избавляться как раз от всего того, что болит. Как бы это ни казалось странным, да, потому что многие считают, что если человек умер, ваш близкий, да, какой-то, то это нормально, в принципе, да, испытывать боль, страдать, плакать и пребывать вот как раз вот в таком состоянии какого-то жизненного тупика. Но на самом деле это всё от того, что мы, ну, просто от невежества, от невежества нашего существования, нашего бытия и вообще кто мы есть на самом деле. Если бы мы все с вами изначально знали, да, что мы есть вечная душа, которая просто странствует в целях накопления опыта в разных мирах, в разных телах, цивилизациях, да, мы бы совершенно по-другому воспринимали и уход, и вообще все те события, что нами происходят. Правда ведь, если бы с маленького нас к этому приучали и нам об этом рассказывали? Если нет смысла исправлять, нужно менять всё, Лора написала так. Исправить можно всегда своё отношение к ситуации. Да, Лёша абсолютно правильно написал. Неважно, что за ситуация, но отношение к ней исправить точно можно. Можно как-то взаимодействовать, а когда нет, то всё. Но опять, как-то взаимодействовать, это, знаете, тоже по воде вилами писано, что называется. Зачем оно как-то взаимодействовать? Для чего, да? Одно дело, если вы можете кто-то кому-то что-то дать, ну, действительно полезное, то есть такой взаимополезный обмен энергетический, а когда этого нету, то есть вот это вот, я лично в этом, конечно, смысла не вижу. Леночка, любовь всё в позитиве, чувство полёта, смерть всё в негативе, хорошего в жизни нету. Когда-то по молодости бежала на свидание и вместо варежки схватила носок шерстяной. Это о потере контроля. Да, 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 мы здесь особо не акцентируем внимание на каких-то мелочах. Так, Лёша, смерть – это не негатив, а переход из одного состояния в другое. Да, но это уже, конечно, осознание высшего уровня. Олечка, да, теперь с третьего раза начинаю понимать. Вот, поэтому, да, вот когда у нас всё, вот как раз от того, что мы немножечко неправильно воспринимаем, да, те или иные ситуации, особенно всё, что касается смерти. Но Плутон очень тесно связан со смертью, очень тесно, да, это та как раз планета, которая за неё отвечает. Но она отвечает так же, как за смерть, так же и за рождение. Всегда помните об этом. То есть то, что в нас умерло, да, ментально либо физически, оно обязательно возродится. То, что где-то вокруг нас, да, умерло, обязательно на это место тоже что-то придёт новое, что-то возродится. Всегда помните об этом. Ну и предназначение Плутона, конечно же, это придавать нам всегда силу устремления как раз к эволюции, да, идти вперёд, вырастать из старых, да, коротких штанишек. То есть он заставляет нас всегда осознавать мотивы всех поступков. Куда мы идём, зачем мы идём, да, исследовать глубину того, как выйти, да, из тьмы к свету, навстречу к новой жизни. И вот с точки зрения астрологии, как раз Плутон символизирует нам необходимость заниматься тем, что именно нас беспокоит. Вот как раз страхи какие-то, блоки, да, сомнения, неуверенности. Вот если вас это беспокоит, вот он и символизирует именно то, что именно этим и нужно нам заниматься, понимаете. То есть он нас начинает сковывать специально цепями для того, чтобы мы все вот эти старые модели поведения в себе просто-напросто убрали, трансформировали, да, как-то вывели это совершенно на другой уровень. То есть мы должны из простого понимания, что нам это не надо, да, вот как многие здесь написали, что да, у меня там есть у кого-то там жадность, у кого-то лень, у кого-то сомнения, да, ступор какой-то, страхи и так далее. То есть из простого понимания мы это должны перевести как раз вот этот материал в сознание, чтобы его привести к действию, конкретно этот вопрос решать. Не просто понимать, что да, мне страх мешает, а конкретно целенаправленно с ним поработать. И вот часто эти процессы совпадают с личностными кризисами, которые в психологии как раз принято называть в определенной промежутке времени. Мы родились, у нас как бы кризис три года, пять, семь, десять, пятнадцать и так далее. То есть есть какие-то определенные года. Но на самом деле это связано с тем, что Плутон, он все время нам просто-напросто дает некое время, фору для того, чтобы мы поняли, да, осознали, куда нам двигаться, сами себе выстроили траекторию, путь и как бы ему следовали шли. Если, соответственно, этого не происходит, то он начинает нас просто-напросто подстегивать, ну и происходит вот этот как раз кризис личности, да, про который психологи все говорят. Символика Плутона, да, положение его у нас в натальной карте, если вдруг кто-то знает, где у вас стоит Плутон, то вы всегда должны знать, что именно, значит, этот знак зодиака, да, именно в этом секторе, да, вам надо посмотреть особо пристально туда и посмотреть, что здесь нужно вам трансформировать. Это могут быть какие-то отжившие, да, эмоции, какие-то отношения, привязанности, какие-то приобретения, да, и так далее. То есть вот что там есть такого, да, чего нам нужно отказаться от старого, что нужно трансформировать. Также он указывает на те сферы жизни, где вы можете встретиться с кризисами, да, по какой-то ситуации, и характеризует, опять же, запас сил для того, чтобы этим кризисам противостоять. Вот вы понимаете, Плутон на самом деле, вот с одной стороны, он такой кажется коварный, да, что вот он нам предоставляет кучу всяких интересных ситуаций, но с другой стороны, вот поверьте мне, он никогда лично вам не даст больше, чем вы не можете это испытать. Вот запишите сейчас себе это, особенно, да, что касается потерь, смертей, да, может быть, какие-то финансовые крупные крахи, пожары, что там еще у вас могло быть. Ну вот серьезные потери. Поэтому всегда помните об этом. Если вы это испытали, если на вас эта ситуация упала, и особенно если вы сейчас находитесь в состоянии, да, вот с такими глазами, а что делать, я не знаю, да, то помните, что если он вам дал это, значит, он дал вам и силы, запас энергетический для того, чтобы все это достойно, да, принять, пройти и, как говорится, отпустить, идти дальше. Другой вопрос, что мы не пользуемся этим запасом, либо мы его растрачиваем совершенно не в том направлении, не в то русло. Так, Сергей пишет, покажи пример, дай шансы, если ноль, то тогда и рви. Это про отношения Сергей пишет. Сергей, я с вами, в принципе, полностью согласна. Я всегда тоже за то, что, особенно если отношения, да, носили долгий такой характер, все-таки действительно не просто так люди много лет были вместе, да, плечо к плечу, сердце к сердцу и так далее. Но мы говорим как раз вот о том, что когда один очень хочет идти вперед, да, он вырос как личность, как душа, то есть он готов идти, а другой совершенно не хочет, и мало того, что еще может и тянуть вниз. И тут уже показываю примером, не показываю. Если он не хочет, что его тянуть-то туда, да. Так, Слава, а я так поняла, что все надо менять. Так, Славочка, если вот уточните, да, что конкретно. А если этот сектор с Плутоном пройден, то он уже влиять не будет. Не бывает такого, Людочка, что он, как сказать, пройден, да. То есть если у вас, например, Плутон в Деве, к примеру, да, то есть вам нужно полностью трансформировать себя как Деву. А кто такая Дева, да, ну вот надо посмотреть все записи вебинаров предыдущих, мы там об этом очень подробно говорили, да. То есть основные качества Девы. У Девы очень много как хороших, например, качеств, так и не очень. То есть она может быть очень критична, очень заносчива, занудлива, да, показывать всем на ошибки, на недочеты, а сама, как говорится, в своем глазу и бревна не увидеть. Так вот, если, допустим, там Плутон стоит, это значит вам, ну как отметка Плутона о том, что вам надо на протяжении жизни с этим работать, если у вас есть такие качества, свойства личности, их нужно обязательно трансформировать, потому что если это вдруг не произойдет, ну он в любом случае сам это за вас сделает, да, то есть он вас, ну вернее не за вас сделает, а он вас прям конкретно поставит перед фактом. Вот так, да, допустим, там, опять же, на примере отношений, да, то есть с мужчинами вели себя в определенном, да, шаблонном поведении, там, ну опять же, да, вернемся к Деве, что она обычно делает? Она очень сильно критикует, она, у нее зашкаленный, может быть, порог ревности, требовательности, да, то есть у нее там вот такенный список будет требовательности к мужчинам, что он должен, а что он не должен. Ну и, соответственно, какому мужчине это может все понравиться? Даже если там вдруг была какая-то на первых порах, опять же, с помощью, да, включенности Плутона какая-то страсть, да, необузданная, все такое прочее. Обычно страсти, когда улягиваются, да, и сразу, собственно говоря, видно, что там за человек и что происходит. Вот, поэтому, ну вот, да, поняли, о чем я говорю? То есть вот эти все качества личности вы, допустим, мужчине продемонстрировали, он убежал. Следующий мужчина вы опять продемонстрировали, он убежал. Ну и так далее, собственно говоря. А потом женщина к 50 годам сидит и спрашивает, а что ж у меня никак в личной жизни-то моей не везет? То есть это как раз об этом же, понимаете? Поэтому обязательно как бы по-хорошему нужно знать, да, где у вас находится Плутон и к чему он вас призывает, что нужно трансформировать. Так, Наталья спрашивает, а есть ли чувства убитым? Это мы опять про отношения, Наташенька, да. Ну, друзья мои, это только мое личное мнение, которое вот очень субъективное, да, вот очень субъективное, это только вот я, моя душа, моя личность и вот вся я говорю. Мое мнение, что без чувств вообще нечего делать в отношениях. Чего там ловить, чего делать, да. То есть это уже начинается отношение просто на уровне, ну, какой-то выгоды, да, что вам выгодно там быть или в квартире, или какую-то зарплату, да, от кого-то получать или счет и так далее. Поэтому, ну, зачем? Я бы, например, не стала. Но это, говорю, мое личное субъективное мнение. Люди бывают все разные, у всех разные ценности и взгляды, все имеют на это право, поэтому здесь каждый сам для себя выбирает. Кто-то вот живет и без чувств нормально, то есть они вроде как, ну, как помогают друг другу, да, нормально, то есть им комфортно. Мне бы, например, просто по моему личному ощущению, да, по строению своей души мне было бы неудобно, неприятно, некомфортно так жить в таких отношениях. Вот. Но это только, говорю, мое субъективное мнение. Надежда, ретроградный Плутон опасный? Все зависит, опять же, от вас. Если он ретроградный, он просто-напросто вас, ну, в большей степени, да, призывает акцентировать внимание на том, где он находится. Людочка, он во льве, но это возраст 28-35 лет, а мне 61. Людочка, это неважно. Вы родились таким положением Плутона во льве, значит, он как раз требует у вас лично, да, пересмотреть все, что касается льва. У льва обычно его слабая сторона, да, это самомнение, да, себе очень завышенная самооценка, это корона на голове, да, то есть льву кажется, что он пуп земли, которому все обязаны. Вот. Поэтому если там есть какие-то такие проявления качества, обязательно, да, мы должны с этим работать, самостоятельно это трансформировать. Так. Слава, работу, место жительства и так далее. Слава, я опять уже забыла. А, все надо менять, работу, место жительства и так далее. Слава, ну здесь я тоже не могу вам прям так дать конкретную такую рекомендацию, что все рубите, все меняйте. Это все очень индивидуально. Ву. Кто освободился, молодцы, присоединяйтесь. Лера, извините, не поняла. Там, где стоит Плутон, надо прорабатывать качество этого знака, надо трансформировать этот знак. Трансформировать некие качества, да, то есть у вас есть какие-то качества данного знака, да, в котором стоит Плутон, которые требуют серьезного вида изменения, да, трансформации. Вот. Это про натальный, да, Плутон мы говорим, но Плутон у нас есть и транзитный. То есть транзитный – это когда, ну то есть, другими словами, вот вы сегодня родились, да, вот сегодня у нас как раз сейчас Плутон в Козероге. И вот сегодня кто рождается, вот они будут с положением в натальной карте Плутоном в Козероге. А Плутон же с течением времени, да, лет он идет дальше по зодиакальному кругу и, соответственно, он перемещается. Потом он уйдет в Водолеи, потом в Рыбы, в Вовны и так далее, да, опять будет идти свой цикл полный. Вот, поэтому это называется уже транзит. Вот сейчас мы как раз все находимся в транзите, да, Плутона в Козероге. Так, что еще я хотела сказать вам здесь? Значит, вернемся, да, по поводу того, что все, что сложное вам выпадает на вашу долю, помните, что вам же дается и некий запас сил, энергии, рюкзачок такой походный, который вы можете, да, им воспользоваться и пройти, да, с принятием благодарности то, что вы должны сейчас испытать. То есть влияние этой планеты, оно всегда нас подталкивает, как бы, исследовать свое собственное подсознание, что у нас там створится, да, какие страхи, какие сомнения, те сферы жизни, да, где мы, как бы, лицом к лицу встречаемся с какими-то мучительными переживаниями. И использовать должны как раз весь этот опыт для того, чтобы стать выше, для того, чтобы стать мудрее, да, чтобы эволюционировать. Далее. Древний римский бог как раз Плутон, он управлял преисподней и носил шлем, такой невидимку, его не было видно, который позволял ему как раз незамеченно проникать в мир людей. И вот в древнегреческой мифологии этот бог, он как раз имел одноименное название Гадос. И поэтому во внешнем мире Плутон символизирует, как мы говорили, процессы смерти, но и возрождение в том числе. То есть Плутон, он означает в том числе и обилие, да, изобилие чего-то. А Творец как раз всегда у нас Бог ассоциировался с природными и сельскохозяйственными изобилиями. Поэтому Плутон, не надо думать, что это только что-то плохое, да, то есть в нем есть и очень много хорошего. Ну и также Плутон у нас отвечает как из-за урожая природный, так и из-за урожая человеческий. То есть он в прямом смысле слова влияет на деторождение, на качество детей, на физический материал, я имею в виду, ну то есть на здоровье детей и так далее, потенциал, то есть на саму генетику в принципе. Вот, поэтому Плутон, вот он такой, вездесущий. И когда мы сталкиваемся как бы с влиянием планеты, человек все равно так или иначе, он всегда чувствует, вот как мы говорили, некую потерю контроля над своей жизнью. То есть вот когда он активно в фазу входит, да, в нашу жизнь, мы начинаем, как будто нам кажется, лишаться чего-то самого ценного. Да, у кого-то это деньги, у кого-то это здоровье, у кого-то это отношения, у кого-то это близкие люди. То есть нам кажется, что нас прям вот отрывают, знаете, как вот прям вот дыра сейчас вот здесь в груди будет, очень больно. И это может быть, кстати, переезд даже в другой город, да, в другую страну и так далее, что-то такое болезненное. Но Плутон как раз, он вынуждает нас отказаться от того, чего мы раньше, без чего раньше, да, мы жизнь свою не представляли. Вот сейчас вспоминайте, да, у всех, у кого есть такая ситуация, ситуация, где вас просто вот взяли это и отобрали, просто выдернули. Вот что, да, у кого такое есть. Без сомнений, да, этот процесс, он болезненный. Каждый, да, это воспринимает по-своему, переживает. Но постепенно в душе, помните, всегда появляется что-то, что дает вам надежду на дальнейшее возрождение, да, на жизнь, на вдохновение. То есть он имеет, как мы говорили, и положительное влияние. То есть он раскрывает нам источник мудрости, он показывает, открывает доступ к сокровищнице нашего жизненного опыта. И кроме того, еще в астрологии Плутон у нас олицетворяет развитие души как таковой, да. Это эволюция, помним всегда, это преображение, это некая символическая ваша смерть, когда ваш, да, старое «я» умирает, условно говоря, да, символическое. И в конечном итоге, да, рождается совершенно новое «я», совершенно с новым пониманием того, да, как он должен расти, как он должен жить и так далее. Вот в мифах Плутон тоже всегда охранял сокровища и символизировал, что в человеческой душе всегда скрыт неиссякаемый источник, да, неиссякаемое вот то самое сокровище жизненных сил, да, и потенциалов. Поэтому вот этот самый спуск, можно сказать, да, в кавычки, конечно, берем это слово, в преисподнюю личности, да, и встреча там именно с тем, что вытесняло какие-то темные, да, стороны качества личности в подсознание, оно может стать, естественно, неприятным процессом. Но это принесет в конечном счете вам щедрое вознаграждение за долгий как раз поиск вот этого скрытого клада. То есть вы выйдете совершенно на новый уровень, вы станете новой версией себя, и когда вы оглянетесь назад, да, вы поймете ради чего и для чего все это было нужно. Так, ретроградный Плутон в весах – это как характеризует? Ну, друзья мои, мы сейчас прям так подробно разбирать это не будем. У меня такое было, Света Кравец пишет. Лена, забирают всегда больше, чем дают. Леночка, ну, здесь опять же все индивидуально, возможно. Ну, опять, да, как мы к этому относимся? И мы не знаем с вами, поймите, мы не знаем конкретного нашего долга, так скажем, перед Вселенной, перед звездами. Нам может казаться, что вот, ага, с нас взяли, вот 10 тысяч вот просто срезали, как с куста, да, за что? Я тут живу себе, плачу налоги, ничего плохого никому не делаю, все у меня в порядке, да, я добрый человек, добросовестный, честный, зла никогда никому никакого не приношу. А тут взяли у меня 10 тысяч, выдернули. У кого-то, может быть, зарплату, да, всю, там, не знаю, украли. У кого-то, может быть, квартиру обчистили, у кого-то дом сгорел, еще что-то. И нам кажется, что больше забрали, чем в итоге дают. Не совсем верное утверждение, потому что это, опять же, мы не знаем, да, насколько наш долг накопился. То есть в этой жизни мы можем быть белыми, пушистыми, но мы должны понимать, что, если вы верите, конечно, да, в перевоплощение души, то, что она как странник, да, гуляет и накапливает, опять же, некий кармический багаж, то, естественно, она рано или поздно должна по счетам, да, отдать. И обычно это происходит как раз в самый неподходящий момент, когда вы мало того, что это не ожидаете, и когда мало того, что вам вот прям срочно сейчас нужны деньги, допустим, на что-то очень важное, может быть, на какое-то лечение, да, может быть, на какую-то серьезную, жизненно важную покупку для вас, а вас бах и отбирают в этот момент. Вот, поэтому здесь этот вопрос немножечко спорный. Плохое пусть больше заберут, Лора говорит. Так. Наталья, скажите характеристику слова ретроградный. Ну, ретроградный, здесь это целый вебинар надо, да, это уже у нас с вами, как сказать, вопрос разбора уже на курсе конкретно. Вот кто хочет как раз познать истины более глубоко, астрологически, то вот вам всем очень хорошо, да, пойти на онлайн-курс. Я вас сегодня буду приглашать, с удовольствием, да, приходите. Вот там мы будем разбирать все досконально. Ну, если вкратце, ретроградный, то есть, когда планета ретроградна, да, в вашей конкретной личной натальной карте указана, у вас просто, опять же, звезды, ну, опять же, у вас может быть два варианта событий. Либо у вас долг по этой планете, то есть вы там топчетесь на месте и никак не можете продвинуться. Либо, да, это делают специально, да, как некий эволюционный скачок, эволюционный ход для того, чтобы душа конкретно, да, более точечно и внимательно отнеслась к данной планете, которая ретроградна. Лариса, а почему забирают детей? Ларис, ну, это, опять же, вопрос большой, да, если мы сейчас начнем, как бы, эту тему развивать, это нам вебинара с вами не хватит. Вот, тут, может быть, причин очень много, но, опять же, я еще раз вам говорю, вот Плутон как раз, он забирает самое дорогое, то, что с чем мы не можем расстаться. Поэтому мы всегда все, на всех своих курсах, это не только, да, по астрологии, вообще везде мы всегда говорим и советуем, что, друзья мои, все, что у вас есть в жизни, мы должны этим пользоваться, как в гостинице. Вот вы, когда приходите в гостиницу, как вы себя ведете? Вы же понимаете, да, что вы сейчас, допустим, недельку здесь пожили, отдохнули, попользовались ванной комнатой, да, там, халатиком, тапочками, ох, у меня тут даже что-то упало у соседей, кроваткой, да, но рано или поздно вы оставите этот номер и уйдете оттуда, уедете. Вы ничего с собой назад не заберете, ну, из этого номера, в том числе и детей. Поймите, дети – это не наши дети, да, это определенные души, это определенные существа, у которых есть своя собственная личная задача, под которую он пришел в этот мир. Он, может быть, специально для вас и пришел, понимаете, для вашего обучения, чтобы вы научились расставаться с привязанностями. Такое очень часто бывает в регрессиях, у меня тоже пару раз такие моменты были, когда душа именно для другой души, как учитель приходила, да, и, допустим, через короткий срок уходила, да, вот в детском как раз возрасте, именно для того, чтобы родители узнали, что такое потерять ребенка, да, и как дальше с этим жить. То есть чтобы не было вот этой привязки. Нас же от привязок отучают в первую очередь. Поэтому относитесь ко всему как к государственному, да, как к гостиничному, как к тому, что нам, собственно говоря, не принадлежит. Это просто декорации, друзья мои. Это, опять же, все от непонимания, незнания законов мироустройства и как оно выглядит. Поэтому тут нет ничего нашего. Это с одной стороны, да. С другой стороны, все, что нас окружает, это иллюзия большая, глубокая. Конечно, осознать это сложно, да, когда ты ходишь там, себя щупаешь, и тебе кажется, что вроде как все это реально, да. Сейчас руку проткнем, будет, ай-яй-яй, больно. Но это все иллюзия. Просто мы сейчас находимся на том состоянии, да, мерности, когда мы не совсем это понимаем, да, и не верим в это. Людочка пишет, вот ты подумала, что я как птица Феникс всегда возрождаюсь из пепла. Да, это у нас как раз Плутон. Он именно, у него и есть вторая символика, это птица Феникс, которая возрождается из пепла. И что ситуация увольнения приведет меня к лучшему, иначе я сама бы не решилась. Абсолютно верно. Людочка, молодец, уже осознание пошли. Так я поняла, что Плутон влиять может на человека в любой момент или в определенный период времени. Конечно, он может в любой момент, но обычно Людочка, это тогда он приходит, когда у вас настала как раз пора шагнуть дальше, понимаете? Лора, если бы это понимали, все было бы проще всем. Конечно, конечно. Весь вопрос и в том, что мы сейчас, если не будет привязки, то не отберут. Ну, скорее всего, нет, а вас это не цепляет, понимаете? Вот, поэтому здесь, вот что вас не цепляет, да, там, вот кому-то дорого, вот просто сейчас все, давайте такой мини-тест по-быстрому, да, сами себе напишите, что у вас наибольше всего, у вас к чему привязка, к деньгам, к здоровью, к близким. Что у нас еще может быть? Работа, может быть, для кого-то работа действительно очень важна, да. Что еще-то может быть? Ну, в общем, подумайте, что для вас вот прям то, без чего вы себе жизнь вообще не представляете и не можете расстаться. Анечка, все это грустно. После потери одних отношений уже не хочется вступать в новую гостиницу. Ой, Анечка, не надо так грустно, все будет хорошо. Ну, зачем-то это было нужно, вычерпайте плюсы обязательно. Если, допустим, как сказать, вы понимаете, что человек был хороший, да, что было там все здорово и классно, но, может быть, есть смысл начать сначала, почему и, да, поговорите, да, изменитесь сами, что-то переосмыслите, осознайте в ваших отношениях. Бывает такое, что люди заново, да, повторно выходят замуж, женятся, и все у них хорошо. Был бы желание, как говорится. Так, близкие дети. А можно почувствовать эту пору, когда он придет? Ну, вы это почувствуете однозначно, Людочка, однозначно. У вас события начинают резко конкретно меняться, понимаете? Только он начинает, знаете, сначала издалека. Типа вот, Людочка, настало время менять работу. И у вас начинают на работе какие-то такие ситуации непонятные, да, складываться. Когда кто-то там что-то сказал, начальник не так посмотрел, начинают на вас что-то вешать, да, каких-то отчеты какие-то, да, не такие и так далее. И вы понимаете, да, каким-то вот шестым чувством, что что-то происходит, что-то не то, да. То есть просто здесь надо начинать активно со Вселенной взаимодействовать. Мы же обычно как? Отмахиваемся, да ладно, я придумала, там настроение было у всех плохое и так далее. За знаками, за знаками смотрим, следим, что происходит вокруг. Конечно, мы почувствуем. Вот, Наташенька, для меня важна финансовая независимость. Ну так вот, как только, понимаете, вот то, чем можно вас зацепить привязкой, допустим, к деньгам, как правило, их и отнимают, потому что вам без них, ну, условно говоря, не прожить сложно, вы себе не представляете жизни. Вот, поэтому вот, чтобы таких болезненных ситуаций не происходило, вы должны понимать, что есть у вас деньги, нет у вас денег, вы будете находиться в спокойном, ровном принятии. Есть у вас дети, нет у вас детей, вы будете находиться в спокойном принятии, да. Есть мужчина, нет мужчина и так далее. То есть вот, когда вы к этому придете, и мир вокруг вас вертится совершенно по-другому. Другой, конечно, вопрос, как к этому прийти. Да, это уже следующий вопрос. Так, ну что, давайте, я думаю, что про Плутон все понятно. Вот всем все понятно про то, какой он, что он в себе несет, да, какие энергии и как он работает. Так, Олечка пишет, у меня после каждой потери любимых людей новый этап развития, вот. А ведь очень часто так, друзья мои, особенно когда потеря близких, вот прям, да, смерть, очень часто, прям практически вот у многих, да, вот с кем встречаемся, да, говорим, с единомышленниками, именно потеря близких, да, когда любимый человек уходит из жизни, мы вдруг встаем и начинаем задумываться, собственно говоря, а в чем смысл жизни, а куда идти, да, а что делать, а в чем мое предназначение, а почему так произошло. И совершенно верно. А если бы у вас все было прекрасно, да, все бы жили, не тужили, ну и все, стояли бы на месте. Поэтому, если нам, вот давайте мы сейчас так напишем, представьте себе такую картину, вот на том уровне, где сейчас находится все человечество, мы не говорим, да, об особо осознанных каких-то личностях, да, мы говорим о всем человечестве в целом, вот сейчас, на тот момент времени, как есть. Вот что будет, если всем раздать, например, по миллиону долларов, у всех что там, все будут здоровы, у всех будут семьи, дети, никто не будет умирать. Но уровень развития, вот какой сейчас есть на планете, он вот при таком уровне развития, что будет, как вы думаете? Я пока слайд переключу. Плутон и Сатурн, да, чем чреват подобный тандем? Так, упадет уровень развития, рай будет. Ну, не знаю, Сергей, как насчет рая. Под вопросом. Я что-то сомневаюсь. Опять же, что для кого рай? Я имела в виду тот уровень развития всего человечества, на котором сейчас он находится. Я не имела в виду отдельных взятых личностей, да. Глобальный застой. Через некоторое время все вернется к тому же безденежью. Да, кстати, да, и это в том числе. Деградация – это точно. Поэтому периодически вы себе вспоминайте эту картинку. Даже по себе, поймите, друзья, когда у вас все прекрасно, все в шоколаде, у вас есть деньги на все, что вам нужно. Вы там летаете, порхаете, как бабочка. Вы особо ни о чем не задумываетесь. Со здоровьем у вас все в порядке. Там у вас все в порядке в личной жизни. Вы тут полетели на Сейшелы, там на Мальдивы, там вы отдохнули, здесь вы там поели, там туда вы сходили. А что дальше, да? В любом случае, хорошо, если вам это через какое-то время надоест, и вы все-таки возьметесь за ум и начнете что-то производить, что-то делать, что-то творить. А если нет, прекратится развитие, духовный рост. Поэтому у нас Земля, да, это, конечно же, сложная площадка с той точки зрения, что у нас очень большой концентрат эмоций, разных эмоций. Потому что я как регрессолог, да, очень часто в сеансах регрессии с людьми сталкивалась с разными роды цивилизациями, да, и рассказывали, ну, обычно, обычно у каждой цивилизации есть какая-то определенная направленность деятельности, которой они занимаются. И какой-то определенный набор качеств, чувств и свойств, да, ну, тех существ, которыми они являются, да, в этой цивилизации. Но вот именно такого раздраева, да, и такого букета эмоций и проявления себя, как на Земле, ну, вот нет нигде. То есть у нас Земля – это некий такой экспериментариум, да, для разных как раз цивилизаций, для особо талантливых, да, экстремальных душ, которые приходят сюда для того, чтобы как раз все это испытать, познать, да, поэтому нас вот и делают здесь. Нам задачи усложняют по-всякому, да, и амнезию делают полную, то есть мы забываем, кто мы, что мы. Нам вот эти всякие эмоции, инстинкты включают, да, сущности подключают, чтобы они тоже нам это все увеличивали. И так далее. Поэтому вот так. По-другому с нами никак. Вот когда выдернут больно, тогда мы что-то начинаем… Почесались, да, вот даже волос. Выдерните волос. Что вы почувствуете, да? Выдергиваем сразу где-то как-то это… Почесать хочется, да? Присмотреться. Ой, а что это там со мной случилось? Вот здесь то же самое. Так вот, Плутон с Сатурном, да, вернемся все-таки к нашим замечательным планетам, нашим учителям, духовным, энергетически мудрым, да, на порядке, чем мы. И им, как говорится, поверьте мне, виднее, как нас учить. Чем нас учить, да, какими методами и способами. То есть, если вот они это с нами делают, значит, для нас это наиболее удачный вариант. Так вот, Плутон и Сатурн, да, надо сказать, что знак Зодиака Козерога, которым как раз управляет, да, планета Сатурн, он взаимодействует очень тесно с социальным статусом, с карьерой, с дисциплиной, с чем еще? Трудолюбием, да, Козероги, они очень трудолюбивые натуры, они практичные, они обычно зрелые, да, они по годам такие прям ответственные, даже выглядят старше обычно своего возраста реального, обладают экономической властью, лидерскими способностями, да, обладают очень требовательные, очень ответственные и требовательные они, кстати, не только к окружающим, но и очень к себе требовательные. То есть Козероги – это одни из тех знаков Зодиака, которые легко могут отказаться от очень многого для того, чтобы добиться какой-то определенной цели, которую они себе поставят. Но это в хорошем, да, эквиваленте того Козерога, который должен быть, по идее. Вот. Но энергия Сатурна, она очень медленная, то есть это медленная планета, это холодная планета. Но так или иначе, какая бы она медленная ни была, действует она неуклонно. То есть задержки, если случаются, да, вот как мы говорили, кармические, да, выписка кармических счетов, то есть если задержка и случается, то в основном из-за какой-то некой, ну, осторожности, поскольку как бы Сатурн, да, и Козерог в том числе, они не любят рисковать. То есть надо сначала все просчитать, продумать, просмотреть, проанализировать и так далее. Поэтому нам иногда может казаться, да, что вот человек, то есть мы когда видим какие-то примеры перед глазами, нам кажется, вот он там столько зла сделал, да, он там и ворует, и там что-то убивает и так далее. А живут они себе прекрасно припеваючи, да. Ну, очень часто такое у нас есть мнение о некоторых людях. Вот. Но это мнение, как правило, опять же поверхностное, потому что все равно до конца мы не знаем, что там происходит у человека, что у него на душе, да, какие кошки там скребут или не скребут. Это раз, а во-вторых, Сатурн, я говорю, он действует вот так вот, бывает не всегда спонтанно. То есть ему нужно время для того, чтобы выписать, написать особый приговор, да, для этого человека. Он пессимистичен очень часто, но пессимизм, как правило, да, используется у него для проверки реальности, да, ну, чтобы посмотреть как бы без прикрас, вообще какова она реальность, такая, какая она есть. Поэтому Козерог и Сатурн – это та энергия, которая акцентируется на чувстве долга, на чувстве ответственности и обязанности. То есть Сатурн, он – это долг наш, это карма наша, да, это наш учитель, это наш Отец Небесный, да, если так можно даже сказать. Поэтому именно Сатурн как раз-таки все записывает, да, не знаю, в некий такой блокнот, листочек, книгу вашей жизни или ваших счетов, ваших долгов, что мы сделали, да, о чем мы подумали или что мы не сделали, да. Это потому что очень часто тоже бывает, у нас есть какая-то возможность, есть шанс, а мы его упускаем. Мы его не делаем, опять же, там в силу каких-то страхов, сомнений, неуверенности, блоков, еще чего-то. Поэтому все это записывается. И вот сейчас, да, почему мы говорим, что вот коридор такой происходит, потому что вот с 2008 по 2024 год, вот эти 16 лет, все, кто будут в этот период, да, каким-то образом отлынивать от работы, каким-то образом отлынивать от дисциплины, дисциплины, как внешний, да, в социуме, дисциплина, так прежде всего внутренний, вот прежде всего внутренний дисциплина. Она касается всего, да, и вашей жизнедеятельности, и вашего ментального, да, характера, о том, о чем вы думаете, то, что вы едите, да, в том числе, то, что вы делаете, да, или не делаете. Опять же, те, кто отлынивают, да, от новых возможностей, от новых проектов, То есть Сатурн просто в этот момент будет с помощью Плутона, вот в этом тандеме, очень жестоко может обучать людей, чтобы они просто-напросто шли дальше. Поэтому Плутон, это как планета откровения, она с удовольствием проливает свет на самые темные уголки нашей души. Там, где совсем темно, ничего не видно и страшно. Она показывает то, что лежит на самом деле под поверхностью. Вот только надо чуть-чуть сковырнуть и посмотреть на это. Поэтому вот здесь воздействие вот этого транзитного стояния Плутона в Козероге, оно подталкивает сейчас всех людей, вообще всех людей, просто всех кардинально пересмотреть свой образ жизни и того, как вы к ней относитесь, потому что матрица накажет. Ну, Сергей, я не знаю, как в вашем понимании выглядит Вселенная и мироздание. Да, может быть, это матрица, то есть кто как это называет. Это не так важно на самом деле. Вот, поэтому, да, здесь просто-напросто, ну, как вам сказать, так или иначе, да, будет все подсчитываться. Вообще у нас сейчас еще такое есть новое модное веяние. Я тоже очень часто сейчас стала в сети наблюдать, как говорят, что кармы нету. Нам это слово навязали, нам навязали вообще, как бы, понятия, да, и мы, как бы, ходим сами по кругу вот из-за этой кармы. Ну, опять же, это опять в силу того, что кто как это понимает, понимаете? То есть для меня лично это даже, ну, да, наверное, может быть, это не совсем карма, да, вот эти счета и долги. Это просто как некий баланс того, что мы должны пройти, да, что мы должны сделать и что не должны сделать. Вот и все. Это как весы. Поэтому можете так на это смотреть, если кому-то не нравится слово карма, да, если кому-то не нравится слово кармическое воздаяние и так далее. Вот, значит, что еще здесь очень важно сказать? Что у Плутона, да, еще символ у него какой есть? Ну, вообще не у Плутона, а точнее у Скорпиона. У него есть символ парящего орла, змеи. Вот змея, кстати, видите, вокруг ног Фемиды, да, и птица Феникс, мы говорили, да, который возрождается из пепла. И как раз этот символ, что он символизирует? Что вы можете либо сами лететь к вершинам, как орел парящий, да, либо восстать из пепла своего бывшего я, то есть сначала умереть, как птица Феникс, для того, чтобы потом возродиться, либо вы можете ползать на земле, да, испытывая ненависть, отчаяние, жадность и так далее. То есть, в принципе, Плутон нам дает три варианта событий, понимаете? То есть он дает нам возможность проявить как самые лучшие качества, да, так и самые худшие. Ему, собственно говоря, все равно, что вы выберете. То есть выбор за вами, как всегда, ничего нового. Плутон имеет отношение к трансформации, да, и если мы говорим применительно о Козероге, да, в который он сейчас вошел, то здесь реализуется серьезная, так скажем, борьба за власть, да. То есть планетные транзиты здесь служат своего рода таким катализатором, который предоставляет нам с вами возможность перестроить, реструктурировать какие-то сферы жизни, да, которые отжили свое и стимулировать наше развитие дальше. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому нужно учитывать, что с трансформацией, да, праведником которой является наша с вами вот планета Плутон, она неизбежна все равно. Просто у каждого это свой будет временной какой-то период, временной промежуток, да. У каждого, естественно, будут свои уроки. У кого-то достаточно жесткие, у кого-то не очень, но так или иначе это может происходить, да. И если вы попытаетесь, соответственно, предотвратить, да, эту ситуацию, помешать этой энергии, то она начинает изливаться внутрь вас. И в результате, конечно, вот здесь вот последствия могут быть, ну, как правило, разрушительные в виде болезни. Поэтому если вот у кого особенно есть серьезные заболевания, да, типа онкологии, то есть как раз Плутон, он в принципе у нас за весь организм в целом отвечает. Поэтому здесь на самом деле не важно, какое заболевание, потому что он может как раз сделать любое из всех, которое где у вас, как говорится, тонко там рвется, да. Но в большей степени вот как раз Плутон отвечает все, что связано с заболеванием половой сферы. Это его как бы основная, да, зона ответственности, репродукция, генетика, да, мы говорили с вами. И Плутон у нас это еще, ну, очень часто его приписывают, да, к нему как раз все опухоли, как доброкачественные, да, так и недоброкачественные. Поэтому если вдруг кто-то как раз с такой ситуацией, да, столкнулись, то как раз вы так или иначе каким-то образом препятствовали, да, плутонианской энергии, которая входила в вашу жизнь для того, чтобы вы выросли, то есть вы активно сопротивлялись. И она просто пошла, да, как в сосуд, да, вы начинали ее в себя вбирать и в соответствии с этим получили какое-то такое заболевание. На уровне общества, да, как у нас Плутон в Козероге будет, себя проявлять. Но я думаю, что многие видели, да, что последнее время, именно как раз в этот промежуток, да, начиная с 2008-го, мы в мире очень много претерпели как экономических, так и политических изменений, да, и вот как раз та самая борьба за власть. Она до сих пор продолжается, да, за первенство в мире, кто там главный, кто что там и так далее. Вот, поэтому пока идет транзит, мы должны как бы, ну, быть более спокойны, да, к тому, что происходит. То есть здесь сейчас могут появиться и новые концепции государства, измениться и статус каких-то властных структур, да, то есть на личном уровне среди наиболее острых вопросов, да, у нас будут стоять материальные как раз ресурсы, деньги, наш статус карьерный, да, и что еще там. Ну, и все, что связано с недвижимостью, да, с нашим домом, с ремонтом, кстати, в том числе. Сатурн, кстати, очень любит, да, чтобы все было в доме хорошо и порядок, поэтому вот у кого там ремонтом давно не занимались, вот как раз если хотите сдвинуть что-то с места, займитесь ремонтом, да, в ближайшее время. У вас есть еще целых 4 года для того, чтобы как раз энергетику подтянуть. Вот, поэтому если вот как раз здесь, опять же, у вас нету недоудовлетворенности своей карьерой, да, карьера как раз она под, как Сатурн, в общем, за это отвечает, да, за карьеру. Если нет удовлетворенности, если вы не испытываете чувство радости, если вас работа, что называется, вообще не прет никак, то необходимо предпринимать как раз какие-то меры, чтобы ситуация ваша изменилась в корне, да, чтобы вы нашли то, чем вы хотите заниматься, что вам нравится, и что это должно быть не просто ради денег, да, дохода, а вам должно это и нравиться, приносить некое удовлетворение. То есть, например, вы можете перейти, да, на новое место работы, попробовать себя где-то еще, получить какую-то новую дополнительную специальность, может быть, повысить свой градус компетентности в каком-то вопросе. Можете даже переехать в другой город, некоторые даже в другие страны переезжают, да, в поисках работы своей мечты. То есть все это, наоборот, приветствуется, наоборот, да. И личная трансформация, да, для каждого человека в этот период, она как раз может переживаться как появление новых возможностей и каких-то раскрытия дремлющих, вообще застарелых, неведомых, может быть, даже вам талантов. Поэтому, если вы сейчас испытываете, да, такое состояние, что вам вдруг захотелось рисовать, никогда вы этого не делали, вдруг сели рисовать, или петь, или танцевать, не знаю, там, вырезать по дереву, вылепить из глины, просто позвольте себе это сделать. Не надо, да, отмахиваться, не надо все это забрасывать в долгие ящики, говорить, что это какие-то непонятные, да, сиюминутные какие-то желания, да. То есть это все может быть как раз отголоски того, что вам пора пересмотреть, да, некую свою позицию, свое положение. Может быть, вас не хватало творчества до этого момента. Может быть, вы настолько были заняты рутиной, бытовухой, да, карьерой, что вообще не обращали внимания на то, что нужно творить, что нужно созидать, да, и постоянно что-то новенькое создавать. Людочка пишет, что мы делаем сегодня, определяет наше завтра. Абсолютно верно. Прям золотая фраза, Людочка. Запишите себе ее в первую очередь, да. Так, Юрий, зависает трансляция, можно выложить запись по окончании? Да, конечно, друзья мои, запись будет. Давайте я даже сейчас скину ссылочку еще раз на YouTube. Кто особенно новички, заходите, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе событий, конечно, запись будет. Вот, поэтому вот такие дела у нас с Сатурном, да, и с Плутоном. То есть медленно, но неумолимо нас ведут все равно к одному и тому же, друзья мои. К чему? Давайте я вам этот вопрос задам, и вы мне на него ответите. Вот это точно про меня Анечка пишет. Не хватало творчества, вот поэтому и прыгала с работы на работу. Вот, вот, потому что сейчас такое время. Сатурн, да, ему важна, в принципе, карьера и чем-то заниматься, да, какая-то деятельность. Но, понимаете как, она должна быть не просто ради того, чтобы было, да, а как раз ради того, чтобы вы испытывали удовлетворение. Потому что вспоминайте, опять же, кармические задачи Козерога. Обязательно, кто не смотрел, пересмотрите этот вебинар про фиксированный... Про кардинальные знаки, да, потому что Козерог у нас, он творец, то есть это единственный знак, который через свою деятельность, то, что он делает, да, он ее в буквальном смысле одухотворяет, да, она становится живой. Живой, приносящий высокий духовный, да, можно сказать, энергетический смысл. Это делают именно Козероги, это именно их предназначение к совершенству и росту. Сергей, и тут ведут? Конечно, ведут, нас везде ведут. А как вы хотели? Вы думаете, мы тут что, брошенные, закинутые, покинутые дети своих родителей? Конечно, нет. За нами присматривают, за нас ведут, нам подсказывают 24 часа в сутки и больше. Мы постоянно на связи. Просто мы иногда так заигрываемся, да, в жизнь, верим во все то, что происходит, ну и, соответственно, не видим каких-то прям слонов, летающих под носом. Леночка, преображение души, совершенство и рост. Лена, а что скажете по поводу хопцов, которые дербанят страну, грабят недры и так далее? Они предели довольно собой и потому планеты их не трогают. Леночка, хороший вопрос, который фактически звучит, да, из вебинара в вебинар. А что же делать с хопугами, да, которые вот сейчас у власти и которые хватают и никак не нахватаются? Ну, быстро, кратко, да, скажем. Во-первых, первое, вы не знаете, что там за кулисами творится, друзья мои. Но то, что нам показывают в телевизоре красивые картинки, это ни о чем не говорит, поверьте мне. Вы не знаете, что там о том, что они могут быть больными, о том, что у них дети там инвалиды или наркоманы и так далее. О том вообще, с кем они контракты подписали, на что они подписались, кому они, условно говоря, душу отдали, с кем они имеют дело, с кем они контактируют. Мы же не знаем этого, но можно догадаться. Поэтому подумайте об этом. Кто не читал инсайдера, обязательно почитайте, найдите в интернете, чтобы было понятно, кто такие катализаторы, кто такие элита, которая делает определенные вещи. Вообще про политику не люблю говорить, потому что смысла об этом нет вообще никакого. Наталья, опять же, если к слову о политику, то, что с нами происходит, друзья мои, можно долго и упорно говорить о том, что мы ничего не изменим. Они вот там сидят наверху, у них все прекрасно, а мы тут вот сидим, страдаем. Вот когда у нас, до тех пор, пока мы будем так думать, так и будет. Как только мы поймем, что мы здесь на самом деле полноправные хозяева, и мы можем все это изменить, в том числе политику и структуру, да, и управление, все поменяется. Вот и все. Поэтому надо начинать с себя. Начните сначала с себя, а потом постепенно, да, в хорошем смысле заражайте, да, всех остальных людей на новое мышление, на позитивное настроение и вообще на другой уровень, да, сознания. Наташа, я поменяла ненавистную работу на другую. Молодец. Но окончательно ей недовольно. Теперь готовлюсь к той работе, о которой мечтала. Остался маленький шажок. Вот значит, Плутон меня и подталкивал к этим переменам. Да, он всегда подталкивает. Но помните, сначала он делает это мягко, чтобы вы не думали, что Плутон это тот, который пришел сразу вам на голову, ушат какой-то с грязью вылил. Нет, он всегда нам дает, как правило, несколько возможностей для того, чтобы понять, осознать, остановиться, подумать и поймать вот этот сигнал. И он дает всегда нам силу для того, чтобы этот сигнал, да, и поймать, и реализовать все цели. Все нам дается по силам и возможностям. Только мы, бывает, активно пренебрегаем этим. Лариса, развитие души, поиск своего пути. Про них очень хорошо рассказывает Транссерфинг. Транссерфинг, да. Инсайдер – это книга. Ну, наберите просто «Откровение инсайдера» в Яндексе или в Гугле. Найдете. Да нужны они, больно, чтобы о них думать. Начинать надо себя изменять с собой. Леночка написала. Молодец. А как поймать сигнал? Откуда Анечка пишет? Анечка, ну вы же поймете. Вот как сейчас написала, да, Наташа, очень прекрасно. То есть у нее был сигнал, да, поменять одну работу. Сейчас она понимает, что все-таки не до конца довольна, надо менять другую. Вот она и говорит о том, что вот эти сигналы ее подталкивают. Друзья мои, это знаки. Учитесь работать со знаками. Они каждый день. Сами задавайте вопрос. Встали с утра, говорите там, ну как вы обращаетесь обычно к вселенной? Кто как, да? Я вот по-простому там. Друзья мои, мне надо, знаете, вот это, вот это и вот это. Вот вам список, как вы это сделаете, я не знаю. Мне надо. Сижу и жду. И как правило, да, это осуществляется. Только другой момент, что надо понимать, что если вы попросите просто 10 тысяч долларов, да, скажете, друзья мои, я хочу 10 тысяч долларов, да, будет сразу к вам вопрос, вам это зачем? Для чего? Что вы хотите с этим делать? Вот, поэтому надо правильно задавать вопросы, надо понимать, для чего вам это надо, да, и, соответственно, вам надо принимать все возможности, которые вам спускаются оттуда, которые вам спускаются оттуда, потому что вам напрямую 10 тысяч может не прийти. Вам может прийти тот человек, который вам даст что-то, что заменит эти 10 тысяч, да, или даст какую-то связь, какой-то контакт, который выведет на того человека, который даст эти 10 тысяч, понимаете? Вот в чем вопрос-то. А мы очень часто хотим просто, чтобы нам бах с неба, чемоданчик заветный упал, мы благополучно пошли в банк, да, и что-то с ним сделали. Вот, поэтому такого не бывает. Ну, может, и бывает у кого-то, да, ну, это больше исключение из правил. Лена пишет, когда я решила написать заявление об увольнении, мое тело расслабилось и стало так хорошо. Сигнал, да. Обращайте внимание на свое тело, на свои эмоции, на то, как вы реагируете, на то, как окружающие с вами общаются и что говорят. То есть сигналы могут быть отовсюду. А вот Сергей сразу пишет, что сигналы могут быть ложными, их надо уметь распознавать. А это тоже верно, тоже верно, потому что мы входим в разное число эгрегоров. Если кто не знает, что такое эгрегоры, это полевой социум, да. Выйти из них сразу, говорю, невозможно, потому что очень часто спрашивают, а как избавиться от эгрегоров. Да никак. Невозможно, да. Все равно мы находимся в определенной, как это называется, стране, да, с определенными людьми мы общаемся. У нас есть эгрегор нашей личной семьи, да, эгрегор кого там дома, в котором мы живем. Если мы живем, если это многоквартирный дом, страна, район и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому наша с вами задача, естественно, вы можете, зная это, осознанно выбирать, с кем вам общаться, куда вам ходить, да. Например, нужны вам ложные энергии или не нужны они, да, ой, энергии эгрегоры, уже заговариваюсь. То есть я, например, давным-давно уже отказалась от всех религиозных течений, учений. То есть если я что-то вдруг и смотрю, и читаю, то я это делаю отстраненно, не применяя на себя, не примеряя на себя, не пропуская через себя, чтобы не было подсоединения, да, к эгрегору. То есть да, Сергей прав в том смысле, что любую информацию в любом случае нужно фильтровать и проверять. Но так или иначе, всё равно вы поймёте, что надо вам это или нет. Но опять же, друзья мои, даже если вы оступились, даже если вы ошиблись, даже если вы споткнулись, упали в лицо в грязь, что-то там такое произошло, всё равно это опыт, помните об этом. Этот опыт делает вас сильнее. То есть не надо отчаиваться, не надо думать, что всё это зря, вообще зря, вообще ничего не бывает. Людочка пишет, а когда утром хочется остаться дома и не идти на работу, хотя работа нравится, это что? На что меня такие желания подталкивают? Людочка, это просто элементарно, телу надо дать отдохнуть, опять же. Потому что мы очень часто забываем о своём теле, забываем о том, что наш аватарчик нужно периодически давать ему отоспаться, покушать правильно, отдохнуть правильно. Мы ведь до конца не расслабляемся, друзья мои. Если правде взглянуть в глаза, мы половина, даже больше, какая половина, каждый там практически первый или второй хотя бы, будем надежду себе давать, не умеет просто расслаблять своё тело. Научитесь расслаблять тело. У нас очень много зажимов. Поэтому вот с этим надо тоже работать. Аня, о, точно, для меня этот вопрос важный. Как понять, что знак верный, а может просто показалось? Да ничего нам не показалось. Всё нормально, идите и всё. Интуиция в любом случае вам подскажет. Понимаете, когда вот вы, допустим, вас вызвали, вернее, вы нашли какую-то работу, вы поехали, накрасились, принарядились, подготовились, дипломчики, взяли, всё прекрасно. Утро, всё хорошо, всё фартит, а потом взяли вам, и перед глазами бац, так, не знаю, там, в лифте дверь захлопнулась, или вы застряли, или вас машина с ног до головы брызгала грязью, или там вы что-то такое, с кем-то вступили в какую-то перепалку, где-то там зависли, застряли. Ну, допустим, до работы дошли, прошли собеседование, вас взяли на работу, вы не поняли этот знак, приходите ещё раз на работу, вам опять там начинают. С первого дня работы, да, пришли вам целую кипу бумаг вручили, говорят, на, сиди, делай, а вы вроде как и не договаривались на это, да, второй вам звонок, да, третий звонок, там, может быть, уже более какой-то серьёзный, там уже, может, какой-то штраф на вас повесили. Вот, соответственно, учитесь вот таким образом считывать знаки от Вселенной, да, от реальности, как реальность реагирует на то, что вы делаете, как реальность реагирует на то, что происходит. Игрегоры – это типа маятников, да, 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 Сергей, когда, ну, игрегоры хорошо видно по животным, как они как раз взаимодействуют, живут, да, муравьи, насекомые, это там чистые грегориальные, да, взаимодействие, взаимодействие, как это там, взаимодействие, что сказала бы, жизнедеятельность, да, чистые грегориальные, ну, и весь животный мир, он, конечно, на инстинктах построен и на грегориальном движении. А я слышала, что нужно слушать сердце. Ну, здесь кто как, да, потому что у кого-то сердце здесь, у кого-то здесь, да, кто как. Лора, мне пришлось уехать из дома на 4 года. Первый год летала на крыльях, все было прекрасно, хотя за полгода до этого не собиралась даже в гости ехать. Вот так. Бог внутри. Сегодня спала до 12. Так, да, все, молодцы. В общем, действительно, то есть, может, о чем мы сейчас говорили, друзья мои, я уже сама забыла, уже заговорилась. Сейчас еще Лерочку как раз прочитаю и вспомню. Медленно и неумолимо нас ведут к переменам наших энергий. Вот прям Лера вот подытожила, молодец, обучает и чистит и направляет на лучшее, чистое и возвышенное, показывает на перестройку в личности и в окружении, в пространстве структурировать и смело идти дальше за благодарностью и любовью. Друзья мои, вот он, запрос во Вселенную. Я что-то забыла, вообще сбилась с мысли, о чем говорила. И Лерочка, вот вам, пожалуйста, видите, как запросы работают, да, то есть я не успела об этом подумать. Человек написал и подытожил. Лерочка, молодец, действительно так. То есть вы должны понимать, что нас немедленно и неумолимо ведут к чему? К росту, к совершенствованию себя, да, своей души, к эволюции. Но еще помните такую маленькую переписочку. Как себя, так и других. У нас у всех две задачи у души. Самой развиваться и развивать окружающих. Поэтому, да, возвращаемся, кто там писал, что у него много конспектов, тетрадик, книжек. Если вы что-то выучили, если вы что-то новое познали и узнали, ваша задача дальше эту теорию применять на практике, закреплять, да, этот пройденный материал. Иначе это пустой материал. Зачем вы учились, да? Зачем вы впитывали такие массы, тонны информации, чтобы что? Просто знать, это ни о чем. То есть надо это каким-то образом внедрять в жизнь, в свое первое, да, и далее передавать уже всем окружающим вас людям, ну, по возможностям, да, как вы можете это сделать. Одному передали, второму, третьему, десятому и так далее. Это прям эволюционная задача кармическая каждого. Вот. Так, ну и что, давайте посмотрим, что у меня там дальше идет. А, как же подружиться с Плутоном? Конечно, я думаю, что у многих такие вопросы возникали, да, что хочется как-то наладить контакт, да, как это сделать. Значит, помним, что Плутон, энергия его, она есть в каждом человеке. Нет такого человека, который не взаимодействует с Плутоном. Есть планета наверху, она на нас действует. Есть определенная, да, какая-то звезда, астероид, все это действует, поверьте. Соответственно, осознаете вы это присутствие в себе, этой энергии, или не осознаете, да, то есть это все равно вас не освобождает от того, что нужно делать и идти дальше, двигаться. Поэтому какой бы степень воздействия планеты, да, Плутона не была лично на вас, да, на индивида, она, ее необходимо сгармонизировать, чтобы это было в ровном таком гармоничном, да, спокойствии, покое, чтобы не было и вот этих, ух, да, американских горок, и чтобы не было, соответственно, чересчур прямо уж так хорошо и благоговейно. То есть вы все время должны быть, это, знаете, как солдат, да, он все время должен быть в боевой готовности, одетый, да, или если что, быстро одеться, то есть вот будьте всегда таким готовым бравым солдатом. И если в вашей натальной карте присутствует сильная энергия Плутона, то, естественно, путь созидания для вас это самый верный путь, да, самый правильный путь, потому что обычно плутонянская сильная энергия, она очень серьезно влияет на людей, то есть либо люди добиваются действительно больших успехов, и у них много силы, много потенциала, либо очень часто эти люди как раз падают, очень серьезно падают, потому что Плутон у нас еще отвечает и за криминал, за зависимости, наркотики, алкоголь и все такое прочее. То есть туда тоже люди могут спускаться, даже под действием вот этой сильной энергетики Плутона. Поэтому путь созидания для вас это единственный путь того, чтобы Плутон вас не зажал и не сжег, ну, в прямом смысле слова. Поэтому вот такой небесный карлик с одной стороны, да, но он дает нам в руки опасное оружие, да, способность подчинять людей себе, потому что энергия Плутона, она очень мощная. Те люди, у которых сильный Плутон на натальной карте, они, конечно же, серьезно, да, воздействуют на людей, то есть то, как они говорят, вот они как бы свой авторитет посредством не только слов, но просто даже энергетически передают другим людям. Поэтому если вы можете эту, как бы, да, энергию в себя принять и грамотно ей воспользоваться, то вы можете добиться очень огромных успехов как в социальном, да, жизни, так и в личной с помощью Плутона. Но если в вашей, как бы, натальной карте Плутон слабо выражен, да, либо малая, да, энергетика, то как раз, чтобы его усилить, необходимо привнести в свою жизнь такие аспекты для себя, как мистицизм, как изучение психоанализа, да, психологии и гипноза, потому что именно эти направления, они дают вам самим осознанно разобраться со своим подсознанием. Мы говорили, что Плутон отвечает за подсознание. Если у вас не хватает этой энергетики, ну как можно это проверить? Просто сами, да, вы можете даже проанализировать, там у вас, допустим, наоборот, не авторитет, да, а вы сами зависимы от мнения окружающих, да, вы постоянно оборачиваетесь, там, что о вас скажут, какую оценку вам дадут, да, то есть вы ведомы в большей своей степени за другим каким-то лидером, чем сами лидер, да, меньше сил, да, меньше потенциала, меньше страсти какой-то. Вот так можно понять, что у вас мало Плутонянской энергии. И вот, соответственно, если ее мало, да, либо она как-то слабо выражена, как раз вот эти направления, как эзотерика, мистицизм, психоанализ, гипноз, все это вам в помощь. То есть изучите основу психологии, да, сферы, какие имеется в виду, Анечка, вот то, что говорила, мистицизм, психоанализ, гипноз, все, что связано с подсознанием, все, что может нам помочь, НЛП в том числе, да, то есть те разделы психологии лучше изучить, которые посвящены познанию собственного я. Кто я такой, какие у меня могут быть стороны моей личности, да, что там скрыто. Это поможет вам как раз осознать свою индивидуальность, кто вы такой, да, как личность, как раз развить в себе уверенность, развить в себе самодостаточность, да, почитайте также книгу о физиогномике, да, кто знает, что такое физиогномика, тоже очень полезная штука. То есть вам как бы подскажет эта книга, как разбираться в людях, да, видеть их истинные мотивы, взгляды, стороны Виктора Пономаренко, тоже можно почитать «Семь радикалов». То есть больше как бы научиться разбираться в людях, да, с кем вы имеете дело. И хорошим еще решением станет, опять же, посещение разных тренингов, да, личностного роста, опять же, присоединяйтесь и к нам в школу, к Полине, потому что мы действительно помогаем выйти из страхов вот этих оков, из вот этих блоков, неуверенности, переживаний, в общем, всего того, чего вы боитесь потерять, да, так или иначе в своей жизни. Вот. И еще, да, хочется сказать, что вот те пункты, которые здесь обозначены, тоже как-то их себе зафиксируйте, что как, в общем-то, подружиться с Плутоном. Первое – это обязательно. Это вы сознательно, сами, утилизируйте все старое, отжившее. Начните хотя бы с малого. Начните с элементарных вещей. Не нужна там какая-то тетрадка, сто лет валяется, подарите ее. Купили вы когда-то какой-то, не знаю, там, пиджак себе, он у вас висит уже пять добрых лет, прям с этикеткой вы его ни разу не одели. Либо начните носить, да, либо подарите кому-то. То есть вот по чуть-чуть маленькими шажочками сейчас научитесь себя приучать к новой модели поведения. То есть что-то старое, отжившее, убираем из жизни. Какие-то отношения, каких-то друзей непонятных, да, которые там, собственно говоря, ничего хорошего в вашей жизни не приносят. Работа неинтересная, да, которая вам не нравится. Все, что вам не нужно. Следующий пункт, да, осознанный контроль за эмоциями и реакциями. Как Скорпион, да, так и Сатурн, это интересные очень знаки, они действительно нас могут провоцировать на разного рода проявление самих себя, вот этой как раз темной стороны, о которой мы можем даже не догадываться. И очень часто некоторые люди сталкиваются, даже на личных консультациях бывает, говорят, вот вроде бы большую часть жизни я нормальный, хороший, спокойный человек, все прекрасно. Но что-то такое периодически происходит, что я как с катушки, да, срываюсь, становлюсь агрессивной, да, могу накричать, наорать и даже там побить, да, какие-то физические вещи принести. Так вот очень часто, да, как раз вот эти инстинктивные проявления, они в нас вот так вот прям, да, пытаются вырваться наружу, особенно тогда, когда мы это подавляем, да, когда мы не принимаем, что у нас это есть. Поэтому нам Плутона говорит, сначала прими это, а потом начни осознанно контролировать, работать с этим, да, и как-то трансформировать. Третий пункт тоже очень важный. Значит, те сложности, которые на вас в жизни спускаются, принимаем всегда спокойно. Главное принять это. Далее, спокойно и с благодарностью. Это просто-напросто обучающий урок. Помните, что мы не люди, да, в физическом мире, а мы все-таки есть в большей степени вечная душа, которая просто набирается определенного опыта. Вот и все. Активный поиск высшего смысла в любых своих действиях и поступках. То есть, что бы вы ни делали, вы все должны это пропускать через призму важности, да, для вас, как для души. И еще бы было бы хорошо, если бы вы заботились о мире в целом. То есть, вот вы ходите на работу, да, зачем лично вам это надо? Зачем миру это надо? Что мир получит от того, что вы делаете на этой работе? Что вы там производите? Что вы творите? Да, что вы привносите хорошего в мир? Вот, как бы думайте об этом тоже. Абсолютная честность перед собой близкими вселенной. Потому что Плутон – это самый честный. Какой бы вот он ни был, да, коварный, каким бы он ни казался таким прям жестоким, да, он очень честный. То есть, он вам больше не навешивает, чем вам надо. Ничего лишнего не припишет. Вот, все четко, все по заслугам, все то, что как бы принадлежит именно вам. Поэтому старайтесь быть честны с собой, старайтесь быть честны с близкими вселенной в том числе. Вселенную, как говорится, не обмануть, да. Здесь можно там что-то сделать, какие-то неправильные расчеты сделать, какие-то там счетчики подкрутить, еще где-то как-то кого-то, да, обмануть, нагреть, условно говоря. То вселенную вы не обманете. Там это все видно, все прозрачно, и это выглядит как, ну, знаете, детки в песочнице играются, да, и какие-то там конфетки и формочки себе в кармашек прячут. В общем, со стороны вселенной это всегда выглядит очень смешно. Ну и помним о том, что спокойное, правильное отношение к смерти и вечности, потому что Плутон как раз это та планета, которая вот она и отвечает и за ту сферу, да, за смерть и за вечность в том числе. Поэтому просто понимание, ну, я понимаю, что может быть сложно, да, сначала это принять. Это надо как-то, ну, это должно быть личностное осознание, когда вот вы прониклись этим, да, у вас как мурашками вас пробрало, да, как озарение снизошло сверху. То есть сколько бы я сейчас не говорила о том, что принимайте смерть, да, все это прекрасно, это переход из одного состояния в другое, все мы там встретимся, то не у всех это может отзываться, да. Не все это так легко могут принять, просто с юмором, да, даже каким-то с иронией. То есть, ну, я очень часто вообще шучу на эту тему. Вот, ну, вот не все так, да, думают, не все так размышляют, и все, да, прошли разные интересные уроки, и испытания для себя, но так или иначе, все равно надо к этому потихонечку, понемножечку приходить. Вот, читайте, развивайтесь, да, смотрите, общайтесь с другими людьми, как раз, которые тоже, может быть, прошли такой же опыт, как и вы, болезненные, да, для вас, а у них это как раз, может быть, вызвало другие чувства совершенно, да, и пообщавшись с ними, может быть, вы тоже придете к таким же заключениям. Люда пишет, понимая, что означает смерть, ушел страх смерти. Во. Ну, а что бояться-то, друзья мои? Вот, понимаете, вам должно быть страшно на самом деле, по сути, не то, что вы умрете, а то, что вы, когда вот домой-то вернетесь, и вам скажут, ну, что ты сделал-то? Ты сделал, что надо было, да? Ты трансформировал свою там жадность или страхи, ты пошел, выступил там где-то вот на трибуне, где ты должен был выступить, да? Ты рассказал людям о новой методике, которую мы тебе 20 лет, да, мы тебе толдычили всякими знаками, посылали, что вот это очень важно для всего человечества. Ты об этом рассказал, ты написал там книгу хотя бы, что-то сделал. То есть на самом деле надо, чтобы вот это было в приоритете, чтобы нам было вот, страшно, ну, не страшно, да, не надо это слово говорить, но чтобы мы, по крайней мере, в большей степени за это как-то волновались, что мы можем чего-то не успеть, не доделать, да, чем вот сам страх смерти. Ну, умрем так умрем. Заново родимся, если надо будет, заново что-то пройдем и все. Лерочка, учиться этому надо спокойно, но предстоит... А, учиться этому надо. Спокойно предстоит прийти, да. Ну, у всех свой путь, друзья мои. И у одних этот период, да, занимает, может быть, там всего лишь месяц, может быть, вообще там одну строчку прочитали, осознали, у кого-то это, может быть, годами наработанный навык. Кто-то только в конце, да, в жизни это понимает, вот это глубинное сознание. Кто-то вообще, ему несколько жизней для этого надо пройти и пережить, чтобы осмыслить вот эту истину. Поэтому у всех свой темп. Помним об этом. Не надо равняться на других, потому что вот он там все знает, понимает, какой он молодец, да. И я вот тут сижу, слюни пускаю. То есть это все нормально. Так, Леночка пишет книгу Майкла Ньютона «Путешествие души. Хорошо рассказывает об этой теме». Да, на начальной стадии Ньютон действительно очень помогает прийти к пониманию как раз вечности души и о том, что, в принципе, смерти-то нету и бояться ее незачем. Поэтому вот у кого есть такая задача, как страх смерти, да, или потери близких, вам кажется, что вы не будете с ними общаться, взаимодействовать, контактировать, то поэтому надо, вот, начните с Майкла Ньютона. Если у вас есть близкие друзья, тоже советуйте им эту книгу. Она действительно переворачивает сознание, и людям просто становится, ну, жить проще, да, легче намного. Сергей пишет «Христа, наверное, за это распяли». Ну, не знаю. Я, у меня про Христа свое особое мнение. Я вообще к религиям отношусь очень, как сказать, там, мягко. Я толерантна, как говорится, с уважением, но это не для меня, да. И все, что касается Христа, это просто прототип, понимаете. Это некий прототип, это легенда, и это собирательный образ, которого, скорее всего, 2000 лет назад и не было. По крайней мере, об этом ни одна летописи, ни одно историческое издание не описывает, кроме как в Библии. Только в Библии вы можете найти, что жил такой-то, какой-то Иисус Христос, которого больше нигде об этом не сказано. Поэтому у меня свои видения на этот счет, но я не буду об этом говорить. Так. Лерочка, Оля, вы правы. Так считаете, легко к этому относиться, надо и возможным. А что грузиться-то, Лер? Ну, понимаете, мы можем действительно загрузиться всем, чем только можно, и потери близких в том числе. Понимаете, как? Я еще всегда, знаете, как говорю, да, на сеансах регрессии особенно, когда люди начинают спрашивать, а правда это, неправда, а есть ли там наставники, а есть ли там мироздания и вообще все вот это вот. Я говорю, друзья мои, ну, даже если вот этого всего нету, вот давайте на мгновение представим, нету ничего, кроме нас. Вот мы вообще одни, единственные во всей этой вселенной, нашей планеты Земля, мы вот такие человечки, бегаем со сами какими-то задачами, проблемами. Нету ничего тонкоматериального. Ну, ничего. Но если вот это понимание того, что это есть, если понимание того, что мы вечная душа, и понимание, осознание того, что мы там и встретимся с этими душами, и с этими близкими, и все будет в итоге хорошо и прекрасно, если это заставляет нас жить дальше в счастье, в радости, в спокойствии, то какая разница, понимаете? Это я для особых скептиков, это вот самая такая крайняя точка, которая обычно вот ее поставишь, и все сразу, да, точно, да, действительно, а что я парюсь? Поэтому вот, а что париться-то? Вот. Людмила, Оленька, так приятно с вами общаться, благодарю вас, возникает внутреннее спокойствие и понимание. Друзья мои, я вас тоже благодарю. Вы замечательная публика, мне всегда с вами очень приятно. Наташенька, страшна не смерть, а бесцельное, бессмысленное проведение жизни? Ну, это тоже, друзья мои, надо с этим поработать. Да, поработать, посмотреть, потому что, может быть, у вас перфекционизм зашкаливает, да, и надо обязательно все успеть и сделать. Все вовремя. Может быть, вам надо в этой жизни отдохнуть и все, ничего не делать. Такое тоже бывает. А нам обязательно надо идти, работать, мир спасать, да. Будда тоже был когда-то человеком. Возможно, друзья мои. Вы знаете, я не отвергаю, в принципе, ничего и никогда. Все могло быть, все может быть, да, и все будет, что говорится. Но важно то, где вы сейчас, да, и о чем вы думаете. Я думаю, что это главнее всего, чем кто-то когда-то чем-то занимался. Важно вы и ваше отношение к жизни. Итог известен всем, что париться и переживать. Радоваться надо жизни и возможности любить. Молодец, Леночка. По-моему, Полина сказала, что если душа еще задолго до рождения выбрала этот путь, какое право ты имеешь это отвергать? Это о смерти. Да, да, это в том числе, друзья мои, да. Так, ну что, мы с вами молодцы. Я очень рада, что вы сегодня действительно так осознанно подошли к этой теме, потому что, ну, тема, на мой взгляд, действительно актуальная, ну, серьезная, да, и неоднозначно, шестой пункт проработал. Да, я думаю, что мы сейчас тему смерти активно коснулись и осознали, да, ну, по крайней мере, я буду на это очень надеяться, что хотя бы один человечек, два осознали, что, в принципе, это нормально. Опять же, нам природа показывает, да, циклами своими. Вот сейчас весна. Зима как раз это символ именно смерти, когда все замирает, все потухает, все замерзает, кристаллизуется, все, смерть как будто наступает, да. Но ведь это не так, это видимость. Под снегом все равно деревья, они живы, они просто замирают, да, они в неком состоянии анабиоза, и весной все это расцветает, оживает вновь, дальше. То же самое смерть и рождение. Поэтому вот так. Так, ну что, друзья, я вас приглашаю на курс к себе, на азбуку астропсихологии, который начинается 17 марта у нас старт. Сейчас, да, у нас стоимость прям самая минимальная, 5600 для тех, кто присоединится. Вот сегодня прям последний день, потому что с завтрашнего дня уже будет 5900 в месяц. Я думаю, что вы уже осознали, что астрология так или иначе на нас, вернее, астрология, а планеты, да, которые с нами взаимодействуют, общаются, они, конечно же, на нас очень серьезно влияют, да. И все время они нас подталкивают, и все время они нам подсказывают, куда идти, зачем идти, что нужно делать. Другой вопрос, что мы этого можем не знать и не понимать. Поэтому вот для тех, как раз, кто хочет в этом более конкретно разобраться, кому этот вопрос интересен, Мариночка ссылку спрашивает, да, Марина, сейчас. Это вот ссылка сразу напрямую на оплату, кто хочет, да, и ссылка на программу курса, читайте обязательно. Знакомьтесь, да, что на курсе. На курсе у нас с вами 12 занятий. Занятия, как вы поняли, у меня не короткие. Я не могу говорить мало. Я всегда говорю много. Поэтому минимум 3 часа вам занятие обеспечено. Обычно вот от 3 до 4 у нас так происходит, да. Что поделать, такая я говорливая. Вот, поэтому 12 полноценных онлайн занятий, да, 3 месяца будем системно, да, планомерно изучать каждую планету, ее взаимодействие с человеком. И что самое главное, да, мы не просто смотрим, как планета влияет, далее я уже как психолог, да, даю вам конкретный психологический инструментарий, конкретные методики, техники, которые помогут вам решить вопросы вот именно с теми задачками, на которые нас планеты подталкивают. Да, у кого-то это лень, у кого-то это зависимость, да, у кого-то это сомнения, блоки какие-то, страхи и так далее. То есть есть ряд определенных психологических методик, техник, которые вам помогают выйти из этого состояния, да, что с этим делать. Потому что сказать-то мы можем, да, что вот здесь у тебя вот это, там у тебя вот это, иди делай. А как делай, непонятно. Вот, поэтому мы обо всем об этом на курсе будем обязательно говорить. То есть не только покажем, с чем работать, но и скажем, как с этим работать, дадим конкретный инструмент. Также астрология хорошо показывает причину заболеваний, да, выписывает вам рецепт выздоровления, да, на что нужно обратить внимание. Очень хорошо астрологию применять с детками, как раз у кого профориентация, да, способности, куда направить человека. Потому что в детстве очень часто мы ориентиры даем не те. Очень часто мы как-то меряем детей по себе, да, вот как нам, например, хотелось или мечталось, или нам, например, кажется, что вот раз мы такой прям аналитик, и все у нас прекрасно, да, например, с математикой, значит, и у ребенка должно быть. Да никогда так не бывает. Дети всегда рождаются вообще ровной противоположностью нас. Ну, бывает, конечно, совпадение, но, как правило, они совершенно другие. Вот, поэтому, как детей, да, направить, что им подсказать, в какой творческий либо профессиональный путь духовный, да, то, что в том числе их направить. Потом, опять же, когда вы понимаете, из чего человек соткан, просто посмотрев по его дате рождения, да, на него как бы изнутри, вы начинаете совершенно по-другому на человека смотреть. Вы уже понимаете, что, ну, ладно, он там вредничает, ну, вот у него там, потому что в деве вот Плутон как раз стоит, да пусть себе вредничает, да, он еще просто не прошел свою трансформацию по Плутону. То есть вы начинаете принимать просто-напросто людей такими, какие они есть. Вы видите их как бы изнутри, да, из какого теста они энергии сотканы, и у вас нет к ним больше претензий. Очень часто как раз с близкими это разруливает ситуацию, то есть вы понимаете, почему мама так себя ведет, папа, там, дочка, сын, муж, еще там кто-то, да, ваши близкие. Поэтому инструмент очень классный, особенно если вас тянет в астрологию, то вот приходите, буду рада. Сегодня вот последняя стоимость, потому что я вам целый месяц я вас приглашала, да, говорила о том, что будет. Вот сегодня уже все, последний день за пять часов. Присоединяйтесь, потому что завтра, да, уже цена будет другая. Талина пишет, подскажите, где взять запись на третий вебинар по знаком Зодиака. Я не получила ссылку на почту. Так, сейчас я вам скину еще раз ссылочку на канал YouTube Полины. Подпишитесь на сам канал, во-первых. Может быть в спаме, Талина, надо смотреть спам, тоже иногда проверять от нас. Значит, зайдете на YouTube, там у нас есть раздел «Астрология для жизни». Заходите туда, там все вебинары собраны, открыты. Там еще и по стихиям вебинары, и у меня там открытый вебинар по курсу астрологии. В общем, можете все смотреть, просматривать и читать. Вот, поэтому кому интересно, да, проходите, читайте программку, да, записывайтесь на курс, оплачивайте. Буду очень рада вас видеть на курсе, потому что я люблю доносить информацию прямо в уши. Если вы не поняли, я вам ее 2, 3, 4, 10, сколько надо раз, разжую, положу. Ваша задача будет только проглотить. Плюс ко всему, да, еще уникальность курса в том, что я не знаю, кто так делает, да, но вот я решила так сделать. Я практически всех своих курсантов на курсе разбираю лично. Вот так как сейчас мы будем счастливчиков разбирать, я разбираю так практически всех, да, и даже меня иногда просят близких разобрать, когда какие-то там сложные ситуации образуются. Тоже их разбираем, да, то есть это фактически как индивидуальная консультация у вас получается, да, со мной. Плюс ко всему, курс вы можете проходить бесконечно столько, сколько вы хотите. То есть один раз вы пришли на онлайн-курс, один раз вы его оплатили, и вы ходите, вот сейчас прошли 3 месяца, следующий поток у меня, да, 3 месяца опять прошли, опять, опять, опять. В общем, пока вам самим не надоест со мной взаимодействовать, вы можете это делать. Вот. Ну и пока, как говорится, я жива в физическом мире. Вот. Поэтому, да, это тоже очень хорошая такая перспектива, потому что астрология все-таки, как бы я ее легко, да, не преподносила, и у вас большой фундамент и плац за 3 месяца уложится, но все равно основное понимание вам будет позже, знаете, как догонять. И вот как раз этим и хорошо. На втором потоке вы будете уже слышать совершенно другую информацию, и вы будете, да, так задумчиво чесать голову и говорить, как будто я этого никогда не слышал. Ну вот у меня, по крайней мере, все девчонки, да, все курсанты так говорят. То есть каждый раз у вас как жемчужина красивая, она будет обрастать новыми слоями, да, новыми знаниями. Ну и я, соответственно, тоже расту, тоже постоянно что-то новенькое изучаю, да, и, соответственно, с вами этим делюсь. Вот. Присоединяйтесь, друзья. Ирочка пишет, Оленька, все так интересно, нужно и познавательно. Благодарю души. И я вас благодарю, друзья. Присоединяйтесь. Кто сегодня присоединится, еще будут плюшки и подарки от меня лично вам. Так. И еще хотела, что я сказать. Что я хотела сказать? Сейчас мы посмотрим по слайду, что я хотела сказать. А, говорила, да, вначале, что у нас будет сейчас очень классный марафон для всех женщин. Исцеление женской души с Полиной Суховой, да, с 5 по 7 марта каждый день, то есть и 5, и 6, и 7, запомните, каждый день в 7 часов вечера по Москве будет вебинар с Полиной. Так что приходите, будет очень, как всегда, интересно. Будем раскрывать, да, тайны женской сути. Кто такая женщина, какие энергии она несет и вообще зачем она в этот мир пришла, да, какие функции и задачи она в себе несет. Это как раз в честь 8 марта, чтобы вы успели, да, к дню женственности подготовиться, направиться на, настроиться, прошу прощения, на правильную энергетику, быть более привлекательной, да, более женственной. Может быть, как раз найти свою вторую половинку, кому это актуально. Так что приходите, будем вас ждать, рассылка будет обязательно. Просто подпишитесь, да, и все, будете получать. Так, ну и сейчас мы с вами добрались до самого, наверное, интересного. Это разбор. Буду выбирать 4 счастливчиков. Марафон платный? Нет, бесплатный. Бесплатный 3 дня в 7 часов каждый день приходите. Открытые занятия, поэтому всех ждем. Значит, пишите ваше личное осознание в процессе сегодняшнего вебинара. Вот что вы такого прям для себя личного осознали? Именно вот в самом вебинаре. То есть до этого вы не предполагали. А вот именно в процессе вебинара у вас какая-то прям тайная истина для вас открылась. Пишите. По итогам ответов я буду выбирать по интуиции те, которые, ну, как бы мне отзываются. Всегда интересно, когда прям ответы полные, красивые, емкие. То есть это повышает ваши шансы на то, чтобы я вас выбрала. Типа все было классно, это здорово. Но хочется услышать, а что же, собственно, классного-то было. Что вы запомнили, да? Как вы это будете в жизни применять? Лора написала развиваться и благодарить за изменения в жизни. Жизнь это гостиница. Анечка написала, да? Аня, то есть вас это потрясло, да? Сравнение. Ну, это ведь так и есть. У меня такая загадка. Я каждый раз готовлю себе ручки к вебинару, и они у меня то пропадают, то не пишут. То вот сейчас был карандаш, он у меня сломался. Так интересно. Так, жизнь это гостиница, Анечка говорит. Да, так, Люда, Плутон отпускает уже ненужное для человека, чтобы очистить место для новых событий в жизни. Лена осознала, что действительно есть очень неслабые привязки. Ага, то есть это на личном уровне поняли, да, к чему привязано, так, с чем боитесь расстаться. А это тоже очень хорошее осознание. Так, что, все, больше желающих нету на разбор? То есть сейчас как раз четырех последних, кто написал, вот берем, и все, и вебинар заканчиваем, да? Так, Мария Головкина, Плутон не палач, развитие души, старый умирает, новый рождается. Да. Ну, его зовут, условно, палачом. Мы были, спасибо, Лерочка. Ну, я прям горда за то, что вы уступаете место остальным. Но все равно напишите, мне очень приятно всегда вас читать. Ну, хотя вы мне сегодня его прям вовремя написали, очень хорошее сообщение, я его помню. Как раз про Плутон и Сатурн, к чему они нас подвигают. Ну, молодцы, друзья. Прям вот здорово, когда вот целыми семьями, представляете, Лера с мужем, с подругами, она всех зовет все время на вебинарах. Это так всегда здорово, все вместе развиваются. Так, вот пошли ответы, много, а то я уже думала, никто не хочет. Так, Людочка, главное для меня – утилизация всего старого отжившего и осознанный контроль своих эмоций. Так, Сергей написал, давать пользу миру человечеству и будет тебе счастье. Это точно. Нина, менять свое мировоззрение к происходящему, двигаться вперед и вести других за собой. Я всегда относилась к мертвям спокойно и думала, что я равнодушна. Оказалось, что это нормально, да, любовь. Наталья, перемены во всех сферах жизни теперь понятны. Осознала, что надо работать с подсознанием, я написала, молодец. Леночка Яценко, моя депрессия – блок от Плутона. Он подтолкнул меня начать самоисследование, искать свое предназначение. Начала осознавать свои поступки и искать позитив. Вот, молодец, Леночка. Давайте, Леночка, я вас возьму. Леночка будет первая у меня. Так, Лена. Сейчас еще давайте подождем немножко. Так. Лариса, я поняла, что ни к чему нельзя привязываться, и то, что ты узнал, передай другому. Вот прям, это прям, Лариса, молодец, молодец. Анечка, я пришла сюда после прочтения книги «Ключка для всех дверей», так что я подготовлена. Все равно много интересного. О, для меня новое – это смерть равно любовь. Вот это информация. Да, 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 это действительно можно так сказать. Анечку я тоже возьму, потому что Аня сегодня мне прям очень отзывается. С гостиницей прям насмешили, честное слово. Так. Ириночка С. Несмотря что знакома с Плутоном, но тем не менее поняла для себя, где делала ошибки в общении с мужем, исходя из Плутона в Деве. Вот он, наш Плутон в Деве выскочил. То есть я не просто так сегодня, да, про него поговорила. Буду трансформировать. Еще пришло понимание, почему меня настигла болезнь именно в то время и в той ситуации. Да, Плутон у нас как раз с 35 до… Фу, в Деве я имею в виду. С 35 до 42. Так, молодец, Ирочка. Прям вот респект себе запишите главное. Наташенька, услышала про Плутона. Очень понравилось, что он справедливый и дает то и столько, сколько надо. И еще мне нужно поработать с моим перфекционизмом. Да, Наташенька, однозначно. Вот у кого перфекционизм зашкаливает. Я всегда тоже, знаете, как говорю, я не знаю, может быть, кто-то со мной не согласится, но по моему мнению нет совершенства как такового, понимаете? Вот кто-то говорит о каком-то совершенстве. А что такое совершенство? Ну что такое совершенство? Вот что это? Чтобы все было четко по линиям, так одному это нравится, а другому вообще наплевать на эти линии. И он скажет вам, да нет, это бред, совершенство. Как раз это то, чтобы все было такое плавное, обтекаемое, и никаких острых углов, понимаете? Поэтому сколько людей, столько и мнений, сколько душ, столько и проявлений Творца или Вселенной, или мироздания, как хотите это называйте. Это игра разума и мироздания, как я это говорю. Он специально вот так размножается, множится во все разные миры, во все разные существа, везде себя самопроявляет для того, чтобы познать самого себя, на что он, собственно говоря, способен. Нету совершенства. И предела совершенства, да, как тоже говорят, его нету. В каких-то вопросах надо, чтобы все было четко. В каких-то вопросах хаос помогает. В каких-то вопросах, да, нам надо затормозиться, где-то нам надо идти быстрее, двигаться вперед. Вот помните об этом. Светлана Кравец. Я поняла и осознала, что со мной происходило, что со мной происходило со мной. Так, отлично. С работы выкинула. Дом сгорел. Принудительно, добровольно был переезд. Поняла, что были большие привязки и до конца поняла свою миссию. Вот Светлана вообще прям просто супер-пупер вау. Это все по полутону, Свет. Нет, переезд, сгорел дом, потому что полутон все выжигает. С работы выкинула, привязки. Это прям все полутон. Так я и работала в гостинице, Анечка пишет. Оказывается, это тоже знак блокнорной информации. Ой, прекрасно. Плутон в деве и у меня полная трансформация. Я счастлива. Ниночка, молодец. Мэри Поппинс. Так, совершенствоваться значит становиться лучше. Ну да, да, но все равно перфекционизм, когда вот это стремление, что все должно быть правильно, как-то выстроено, это всегда засада, большая засада. Потому что невозможно все выстроить. Каждый день мы выбираем, как важно научиться осознанно выбирать и учить этому других работать с эмоциями. Мариночка звонила. Мариночка, ну давайте я вас возьму. Прям вот что-то мне прям откликается, что надо Марину взять. Ну если она хочет, конечно. Так, Лерочка, браво. Этим планетам я теперь особенно к ним буду относиться. Сколько узнала об этих героях. Плутончику с Сатурчиком вскрывает то время... А, вскрывает во время и точно жалко, что раньше не знала. Полезный, благодавный. Лерочка, я благодарю. Так, Сергей говорит, все хорошо, прекрасная Маркиза. Благодарю вас, Сергей. Так, Людмила, всю жизнь познаю себя, занимаюсь психологией, учусь, учусь. И сегодня, как и всегда, сделала для себя много выводов. И составила пока в голове план дальнейшей работы над собой. Спасибо огромное. Занимаюсь духовными практиками, страх смерти уходит. Молодцы. Так, я поняла, как мой ретроградный Плутон подсовывает мне нерешительность. Я должна это в себе проработать. Да, и что самое интересное, когда мы нерешительны, мы должны сделать решительный шаг. Когда мы сомневаемся, мы должны все эти сомнения отбросить и просто идти. Это действительно так. Так, много надо убрать. Выбросить, освободить пространство. Так, ну давайте последнее дочитываю. У меня еще один человечек есть. Так, Нина. Плутон разрушил все старое. Возрождение из пепла. Ура, увидела свой жизненный путь и свое предназначение. Вести и помогать другим. Да, конечно, все, что вы прошли, друзья мои, вы можете с этим поделиться, да, со всеми остальными. Так, вот хочу еще Людочку взять. Я не знаю, вот это интересно, одна и та же Люда пишет или это разные Люды. В общем, Люда, вот это сообщение, которое всю жизнь вы познаете себя, занимаетесь психологией, учитесь, 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 и страх смерти потихоньку уходит. Люда, отзовитесь, как вас зовут, чтобы мы понимали. Полностью, я имею в виду. А то вдруг это много Людмил пишут. Свет украинствует. Друзья мои, будут еще вебинары. Еще будут. Еще будут. Я всегда к интуиции прислушиваюсь. И, как правило, она меня не подводит. Сейчас. Людмила. А, Людмила Солдатова. Та самая. Людочка, ну вы у меня были в прошлый раз. Тогда возьму кравец. Вот видите, как, вот, что называется, не просто так, да? Как интересно. Людочка, я думаю, что вы без обид, да? Потому что мы вас в прошлый раз все-таки разбирали, поэтому я думаю, вы согласитесь со мной с тем, что разных будем, да, людей брать для того, чтобы всем уделить внимание и время. Да, да, меня разбирали, да. Вы в следующий раз заходите, что это вы. Очень приятно, что вы сегодня тоже были с нами. Благодарю. Да, вы видите, как свет. За вас еще поспособствовала Вселенная. Вот, да, моя рука легкая, точно. Так, значит, первое мне пишет Лена Яценко. Дату в цифрах. Пожалуйста, в цифрах просто три цифры. Месяц, дата, месяц, год. Так, 18.07.97 сейчас. Потому что, когда мне словами пишите, я под конец вебинара, я не соображаю, что такое июль. Или там еще кто-то. Могу долго думать. Так, 18.07. Подождите, подождите, друзья мои. Сейчас пишет только Лена Яценко. Больше никто. Пожалуйста. Потому что я сейчас с ней еще буду общаться немножечко. Так, 18.07. Время можете не писать. Мне не надо. Потому что мы не натальную карту смотрим. Людочка, я человек, приносящий удачи. Молодец, Люда. Да, вы молодец. Так. Так это кто у нас? Это Лена Яценко. Сейчас, друзья мои, я загружу слайдик. Так. Так, так, так. Сейчас мы загрузим. Лена говорит, я что-то переживаю. Сейчас я тебя увидит. Да, изнутри сейчас будем смотреть, Лен. Сканер. Сканер у нас будет. Внутренний. Так, 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 так. Значит, смотрите. Видно, да? Леночка, напиши мне только ты, пожалуйста, что ты видишь курсорчик, как он бегает. Плюсик поставь. Чтобы у нас все сразу не писали. Да. Все, отлично. Значит, смотри. Поскольку у нас сегодня тема Плутона, да, вместе с Сатурном мы смотрим две эти основные планеты, которые как бы требуют, да, внимания и трансформации. Кстати, к вопросу про расслабление, Лен, вот тебе это прям вообще тема актуальна, потому что у тебя в центре формула души, вот видите, у нее и Солнце, и Луна. Это такое всегда сочетание у людей, которых все время бросает из огня в полымя, что называется. Ну, просто представьте себе Солнце и Луну, насколько они разные вообще по свойствам и по характеристикам, да. Кто четвертый? Четвертый Наташенька, Света Кравец. Значит, Солнце и Луна, насколько они разные, противоречивые бывают. То есть это вообще разброс, раздрайв вот такой. То у нас хихикаем, то у нас плачем. То мы серьезные, то мы легкомысленные, то мы солнечные, да, то мы лунные. Поэтому, Леночка, здесь, конечно, просто рекомендация, обязательно учиться расслаблять на физическом уровне, тело отпускать, потому что тело, скорее всего, очень зажатое. И, значит, в большей степени обращаю внимание на то, что нужен свежий воздух. Лен, конкретно тебе, да, больше свежего воздуха, больше дышать, вот именно общаться со стихией воздуха. Вот. Значит, по поводу Плутона. Плутон у нас в весах, и там же повезло, что, ну, повезло с той точки зрения, что я сейчас об этом скажу. Помимо Плутона, да, у нас в весах еще и кармический узел. Поэтому основная задача, да, это уравновесить себя, трансформировать зону весов. Леночка, еще будь внимательна в том смысле, потому что у тебя сейчас видишь вот эту синюю точечку, да, тебе скоро будет 42 года, и ты как раз входишь в новый цикл, как раз 42 до 49. В этом цикле у тебя присутствуют и кармический узел, и Плутон. Поэтому это будет семилетка особая в том смысле, что она будет требовать от тебя вот именно тех самых серьезных трансформаций. Лучше это делать осознанно. Поэтому вылезаем из своей депрессухи, в которую мы почему-то попали, да, и начинаем уравновешивать энергию. То есть у тебя от природы по старым, да, наработкам очень много от овна, импульсивности, решительности, смелости, да, такого вот состояния мирного вечного воина, да, который стремится как бы к светлому все время. Но сейчас важно вот эти все энергии в себе уравновесить. Тебе не просто так солнце и луну в центр дали. И весы как раз это самый, ну, считается уравновешенный знак, который вот в состоянии это сделать. Вот у тебя такая кармическая задача, и там же у тебя Плутон. Поэтому обязательно прослушай еще раз, если нужно, вебинар, да, про весы, когда мы говорили, про его кармические задачи, чтобы вот прям тебе это легло очень-очень основательно. А Сатурн у тебя, смотри, Сатурн у тебя во льве, там же у тебя Меркурий, там же у тебя Луна, то есть у тебя ото льва тоже очень много, то есть в принципе вообще у тебя огненная стихия, да, присутствуют, получается, четыре планеты в огне. Поэтому что здесь можно сказать? Здесь раздрайв такой тоже может быть. То есть с одной стороны, да, по южному узлу, как я говорила, по овну, у тебя вот эта вот решительность, смелость, и задатки лидера как бы выйти вперед, у тебя все это есть. Но Сатурн, да, он у тебя сковывает вот эту вот самореализацию, самопредставление себя, потому что там, где у нас Сатурн, там всегда у нас есть скованность, а он у тебя во льве. Соответственно, все, что касается себя проявить, вот что, вот она я какая красавица, да, вот оно я, солнышко, я всем свечу и радуюсь. Вот здесь может быть засада и задача. То есть если есть задача с самооценкой, обязательно над ней поработать, поднять. Если есть задача себя представить, да, какие-то свои идеи, куда-то себя самопрезентовать, это надо сделать. Просто переступить через этот Сатурн и сделать. Он именно для этого там и стоит. Чтобы ты ему помахала ручкой, сказала, привет, я здесь. В общем-то, я поняла, зачем ты здесь стоишь. Я сейчас вот выхожу на сцену, да, иду танцевать. Вот, поняла? Вот так вот быстро и кратко. Про весы, значит, читаем, ищем информацию, смотрим. Да. Так, теперь мне пишет Аня. Что-то я неправильно фамилию написала. Веди. Анечка, ну, в общем, вы знаете. Да, она же написала. Веди еще. Отлично. У Ани скоро еще день рождения будет. Так, значит, третья, четвертая. Вот видите, Аня у нас Овен. Сейчас мы позже про нее все узнаем. Так, 65-й, 1965. Как интересно. Так, сейчас всем покажу. Так. Включай диктофон. Ну, можете включить, да, если это важно. Вот сейчас просто обратите внимание на разницу формула. Вот это была формула, да, замечательной Леночки Яценко. Да, видите, все синенькое такое, красивенькое. Ну, и более-менее ровненько, да. Кстати, Лен, у тебя уран очень сильный, да, 5 баллов. И еще на, как его, господи, все уже, все слова забыла. Сейчас соберусь, подождите. Как это называется-то? На орбите Юпитера, вот. Значит, уран у нас с тобой, да, 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 вот и поле даже появилось. У тебя уран на орбите Юпитера, поэтому ты можешь реально стать даже преподавателем астрологии. Тебе астрология изучения очень показана. Кстати, через нее тоже можешь познать глубину, суть себя. Поэтому, да, полечки, большой привет все полечки машем. Так что, Леночка, тебе прям астрология очень-очень показана. Значит, все посмотрели, какая вот сейчас Лена была, да. Сейчас у нас будет замечательная Анечка. Просто чтобы вы вот уже разницу, да, видели. Учились. Я в МАГ сейчас, да, Леночка, я знаю. Учимся, учимся. Значит, вот у нас Анечка, да. Сразу посмотрите, какая разница. Вот просто даже по формуле, да, вот вы видите, совершенно другой человек. Даже от того, вот как мы видим, да, значки планет стоят. Во-первых, у... сейчас все забываю. У Анечки, да, у нее раз, два, три, четыре, пять ретроградных планет, плюс кармический узел тоже ретроградный. Быстро скажу, это как раз может говорить о том, что у Анечки, ну, должочки собрались, да, так скажем. Поэтому по жизни могло немножечко штормить и... Ну, какие-то сложные ситуации, препятствия, да, как бы возникать. Тупики, тупики, да. Можно еще раз ссылку на приложение. Любочка, дадим, дадим. Значит, на что хочется обратить внимание, да, Анечка, прежде всего. У вас Плутон в Деве, как раз сегодня, да, я случайно сказала про Плутон в Деве, мы вот об этом разбирали. Значит, обратитесь внимание, да, на Деву. У вас здесь еще и Марс, у вас здесь еще и Уран. То есть это такая гремучая смесь, все ретроградное, все в Деве. То есть вы человек действия. Вы, конечно же, человек, направленный на то, чтобы постоянно работать, постоянно быть в движении, постоянно что-то делать. То есть вы, в принципе, стоять на месте не можете, да. Это не про вас, это не о вас, да. Но вам надо понять, что за действия вы делаете. Потому что очень часто у людей с таким положением, это, знаете, как действие ради действия. Типа я что-то делаю, значит, все в порядке. Как белочка, да, в колесе вот так вот крутится. Это раз. Во-вторых, у Девы, мы говорили, у них большая завышенность, требовательность большая к окружающим. Прежде всего, да, поэтому отношения напряженные очень часто бывают. А требовательность может быть и к себе завышенная. То есть слишком большой набор претензий к самим себе в том числе. Не нравится то, не нравится это и так далее. Вот. Плюс ко всему вы сейчас сама по себе. Вот видите, вы находитесь в зоне Плутона сама по себе. Плюс сейчас Плутон у нас в Козероге. Мы сегодня об этом говорили. У вас в Козероге, кстати, лилит стоит. Поэтому все, про что мы сегодня говорили, вас эта, Анечка, касается очень-очень, ну, как скажем, активно, да, очень для вас эта информация актуальна. То есть у вас, вы, конечно, завершаете сейчас цикл, да, Плутона, у вас еще два года, как бы энергетика пошла на спад, на оболь, то есть сейчас все стабилизируется, если вдруг трясло, да, до этого. Но так или иначе все равно надо прийти в равновесие, в баланс, в спокойствие, в полное принятие, ну, и осознанно начать, трансформацию, да, по поводу своих каких-то задач. У вас вот то, что касается Девы. Значит, смотрите вебинар про Деву вам, да, домашнее задание. Сатурн у вас в рыбах, там же у вас ключ к предназначению. Поэтому все, что касается рыб, то же самое. У вас есть скованность на проявление чувства как своих людям, да, так и по отношению восприятия других людей. Потому что Дева – это, опять же, говорю, человек действия, она не любит сопли, она не любит там всякие нюни, да, когда ей плачутся и все такое проще, с одной стороны. Поэтому вы человек активный, да, вам важно вот как бы действиями доказать свою любовь и то, что вам человек дорог. Но вам надо научиться это делать не только действиями, но и словами. Потому что здесь есть зажатость, здесь есть влияние Сатурна. Я думаю, с психологией, с психоанализом у вас все нормально, вы это приняли, да, начинаете изучать. Но если не начинали, то сейчас начните, потому что, ну, может быть, здесь у вас какая-то, да, напряженочка стоит. Потому что рыбы у нас отвечают за подсознание. Вот, Анечка, так что это было про вас. Надеюсь, я вам помогла. Так, далее мне пишет Марина. Забыл фамилию, не написала. Ну, неважно, Марина сама знает, какая Марина. А, Звонова, да. 2208-61. Так, 2208-61. Да, у нас здесь тоже Плутон в леве будет. У меня сегодня, видите, как прям попало, что называется, про всех. Так. Так. Спасибо огромное. И я вас благодарю. Так, сейчас будет Мариночка Звонова. Ссылочку дадим, да-да. Сегодня все ссылочки дадим. Так, Мариночка у нас загрузилась. Значит, смотрим на Мариночку. Ну, Мариночке, кажется, тоже очень много всего интересного. Тут, конечно, как сказать-то, за пять минут, да, все не расскажешь. Но мы основные вещи сейчас скажем. Значит, Марина, во-первых, ну, мы сегодня говорим про Сатурн и Плутон. Поэтому я хотела две эти планеты в первую очередь обозначить. Но сразу говорю, да, Сатурн – это вообще ваша планета. Она у вас стоит в центре формулы вашей души. Она плюс ко всему ретроградна, плюс ко всему у вас в Козероге Луна. То есть, видите, у вас Луна нулевая. То есть вам однозначно надо работать с чувствами и с проявлением чувств. У вас вот такая вот здесь цепочка личностных планет, которые, я не хочу сказать, что они делают вас, ну, какой-то прям черствой, да. То есть у вас, причем такое противоречие. С одной стороны, у вас Солнце в центре. То есть вы, человек, должны быть очень яркий, очень такой, ну, солнечный, да. Потому что у кого Солнце в центре, их невозможно не заметить. Туда, куда эти люди приходят, им всегда рады. Они всегда, как бы, вот вызывают у людей такое приятное, да, ощущение. Ну, потому что Солнышко пришло рядом. Но вместе с тем у вас вот такой вот интересный Сатурн. И вот все личные планеты, да, у вас, как бы, ну, мало наполнены энергетически, да. Хотя я подозреваю, что сейчас по прошествию лет с опытом вы многое наработали уже, да. И, конечно, может быть, вы научились принимать людей, может быть, вы научились, ну, как сказать, эмоционально выражать свои чувства, эмоционально выражать то, что вы хотите. Но если вдруг еще остались какие-то с этим задачи, то, конечно же, работайте над этим, да, трансформируйте. Ну, сейчас у вас, в принципе, такое хорошее время, вот с 56 до 63, время Стрельца. Да, это как раз познание, да, своих ценностей, мироощущения, какое оно должно быть, да. Ну, вам важно больше гибкости, потому что Сатурн, он очень не гибкий. Это самый консервативный знак, козерог, да, и стоит ему что-то один раз на веру принять, все, и он будет верить в это до конца своих дней. Поэтому вам больше гибкости, вам больше работы с эмоциями, с проявлением эмоций, да. Плюс у вас, видите, Плутон в Деве, мы сегодня об этом говорили уже много раз. Требовательность, что там у нас еще, перфекционизм тот же самый, да, завышенная критичность, самокритичность, да, вот все эти вопросы, все это обязательно надо вам поработать над этим, посмотреть более пристально. Ну, и, конечно, я хочу еще обратить внимание на вашего льва. У вас здесь целый букет. Поэтому вам домашнее задание. Козерога читаем, смотрим, ну, либо вебинар мой пересмотрите. Деву и льва. Вот льва прям очень обязательно, потому что у вас там и кармический узел, и лилит, и уран обнуленный, да, и солнышко. То есть вот с этим вот крючочком вам надо обязательно разбираться. Обязательно. У вас, кстати, тоже астрология бы зашла. На первой орбите, вот поскольку нулевая, вы бы энергетику наполнили. Поэтому тоже можете подумать, да, на эту тему. Надо вам, интересно вам эта тема или как? То есть чтобы уравновесить как раз вот эту энергетику. Так, так что вам, в общем, разбираться с чувствами, с проявлением себя, вернее, своих чувств людям. Вот это прямо для вас очень и очень важно. Так, и еще у меня осталось уран во льве. Уран, когда во льве, это, ну, то есть его, получается, обнулили, да, спустили до уровня льва. То есть очень важно научиться не просто показывать себя, да, какая я классная, а научиться в голове сначала, ну, по водолею, да, то есть научиться сначала генерировать идеи, креативить, то есть обращать внимание на творческий потенциал, на креатив, да, на как раз вот этот творческий хаос позволять себе. А Марина, я уверена, что она себе этого творческого хаоса по жизни мало позволяла. Сатурн ей это, ну, просто не разрешал делать. Плюс ко всему критичность Девы, она никогда не позволит хаоса вокруг. Скажешь, что это такое вообще? Какое вообще творчество? О чем вы говорите, да? Хотя, может быть, тяга, опять же, Меркурий тоже рукодельный, то есть какой-то рукоделий может присутствовать, но так или иначе предпочтение, я думаю, что больше отдается по жизни дисциплине. И, как сказать, идей у меня много. Вот если их много, Марин, значит, пора время пришло воплощать, потому что во льве тут целая куча букет, а лев у нас это самовыражение себя, презентация себя, своих как раз идей творческих, своих проектов. Это очень важно, потому что во льве там очень много всего. Смотрите, что у вас там в сердечно-сосудистой системе, нет ли здесь каких-то, да, этих задач. Так, Светочка Кравец мне теперь пишет дату рождения. Так, о, очень оперативно, здорово, 110576. Так, сейчас мы сделаем скрин. Так, не время не надо мне, друзья. Это не натальная карта. Время нам не надо. Да, я вас тоже благодарю. Так, и Светочка, Светочка Кравец, да, вот это наша Светочка. Сейчас мы включим курсор. Значит, Свет, на что вам обратить внимание, да? Ну, смотрите, вы сейчас тоже, в принципе, как вот у нас, не помню кто, Лена, по-моему, Еценко, но вы уже вошли в эту зону как раз, новую, да, новый семилетний цикл у вас начался, цикл весов. Там же у вас находится и Луна. Луна как раз отвечает за нашу душу, за интуицию, как мы слышим как раз нашу душу, да? И плюс там же у вас ретроградный Плутон. Поэтому вам особое внимание стоит обратить на зону весов. Всё, что касается гармонизации себя и своих энергий. Потому что у вас с этим есть задачи. У вас, несмотря на то, что в центре, да, активная Венера, Меркурий, в принципе, тоже хорошо накачивает. Но, видите, у вас в зоне отчуждения ретроградной. Но так или иначе энергетика может зашкаливать, потому что лилит в овне, я уверена, всё равно они какие-то вспышки гнева и агрессии дают. А там же у нас, да, ключ к предназначению. Поэтому вот здесь важно по весам, как раз Плутон и призывает уравновесить свои чувства, эмоции, да, полностью сгармонизировать свою жизнь. Это раз. Во-вторых, отдаться как раз во власть полностью творчества, потому что именно творчество, оно у нас, да, открывает нам плаву. Сейчас скажу. Правое полушарие, да, с помощью которого мы выходим на связь с тонким миром, да, на связь с подсознанием, с собственной душой. В принципе, у вас для этого всё есть. Солнце в Тельце, да, что у вас там ещё? Юпитер, Венера, да. Поэтому человек, в принципе, вы очень творческий, но может быть приземлённый. Потому что узел кармы у вас как раз в Скорпионе, и всё, что касается Плутона, опять же, то, о чём мы сегодня говорили, вам это тоже очень показано. Потому что, может быть, больше, ну, или бы раньше была, да, приземлённость, зацикленность на земных каких-то вопросах, благах. А по кармическому узлу, да, у нас зона трансформации, зона Плутона. То есть мы должны уже перерасти куда-то на уровень выше, должны прийти к духовности и к пониманию подсознания, что там скрыто. То есть для вас важно почитать, что, да, ещё раз посмотреть. Вам важно посмотреть Овна, Весов и Скорпиона, да. Сатурн у вас находится как раз в Раке, да, то есть он взаимодействует с Луной. Здесь тоже могут быть некие задачи по поводу проявления чувств и эмоций, но здесь больше в отношении своей семьи, своих близких. Может быть, матери, может быть, отца, да, посмотрите, кто у вас там ближе. Вот, ну, я думаю, что здесь больше, наверное, скорее всего, отца, который оставил какое-то, ну, впечатление, отпечаток на вас, как на женщину в том числе. Не знаю, что, в общем, здесь покопайтесь, поищите. Вот, поэтому вот именно, чтобы раскрыться для мужчин, вот надо здесь вот это что-то, да. Где могу посмотреть? Вебинары, которые у нас были на Ютубе, раздел «Астрология для всех». Там записи мы разбирали все, каждый знак зодиака и его кармические задачи. Да, отец. Ну, вот, скорее всего, да. Здесь отец, который… То есть именно здесь какой-то вопрос, который для вас лично, как для женщины, оставил отпечаток. То есть что-то там такое могло произойти. Поэтому важно просто это трансформировать, проработать и всё. И понять, что вы очень красивая женщина, желанная, хорошая для всех, да, мужчин. Так, ну что, вот на этой прекрасной ноте я буду с вами сегодня прощаться. Да, по поводу женственности как раз напоминаю, что у нас с 5 по 7 марта будет замечательный марафон с Полиной на тему исцеления женской души. Как раз Светочки очень и очень, да, это актуально, если что. И всем остальным женщинам, я думаю, что тоже. Вот, поэтому обязательно приходите, рассылка будет, то есть вы будете оповещены. Ну, сами помните, что каждый день в 7 вечера приходите. Ну, и, конечно же, напоминаю, что сегодня у нас последний… Ну, вы можете всегда присоединиться, да, старт только 17 марта, но именно сегодня скидочная стоимость на курс по астропсихологии, она в 5600, да, последний. Поэтому присоединяйтесь, приходите. Особенно вот у кого есть предрасположенность к астрологии, вам прям очень и очень хорошо пойдёт. Замечательный вебинар, как всегда. Ну, я вас тоже благодарю. И изучайте астрологию, потому что она действительно помогает познать вот скрытую сущность, да, энергию, которая внутри нас запечатана, которая не поддаётся логическому объяснению и непонятно вообще, откуда всё это берётся. Она очень активно, да, это всё на поверхности вскрывает, заставляет вас взглянуть как раз в глаза. Анечка, благодарю за очень важный вечер в моей жизни. Анечка, ну прям вот надо же, даже вечер главный в моей жизни. Я вас тоже благодарю, очень рада. Людочка, слушала бы вас и слушала, но пора спать. Благодарю вас за ваше терпение и радость общения. Спокойной ночи. Да, друзья мои, кому надо бежать, бегите, я тоже уже бегу. В общем, приходите, буду всех ждать. Будут ещё у нас вебинары по астрологии. Сейчас вам точно попробую сказать, когда это будет. Так, это будет ориентировочно 13, 14 и 16 марта. Три дня. Вот, приходите. Запись будет завтра на YouTube сразу с утра и чуть позже будет в рассылке. Ждите. Всё, было очень сегодня интересно. Вы молодцы. Я вас обожаю. Вы публика самая лучшая. Всё, до новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья.